Карма Есть такие? Нету такого? Хорошо. И те, кто первый раз пришел, я изучаю древнее ведическое знание. И на основании этого знания я занимаюсь наукой. Особенно в последнее время я начал изучать серьезно, как можно совместить с современным научным знанием то, что я делаю, древний подход, совмещение древнего подхода с современной наукой. Есть такая наука, общественное здоровье называется. Она изучает, как можно людей отучить пить, как можно привить навыки культурной жизни, чтобы все вместе жили, не разводились. Действительно нужно сейчас, в нашем обществе это нужно, потому что по статистике 80% тех, кто поженились, разводятся в течение жизни. То есть такая статистика. У нас 400 тысяч человек в год погибает от злоупотребления алкоголем по стране. 400 тысяч, почти половина Омска. 400 тысяч людей погибает в год от курения, злоупотребления, от табаккурения. Страшные цифры, страшные цифры. Мы провели серьезный анализ лекций, которые я провожу уже порядка 15 лет. Мы провели анализ научный такой, написали несколько научных работ на эту тему. И оказалось, что те люди, которые ходят на лекции больше года, больше половины тех, кто пил, выпивал, хоть как-то, бросают пить совсем. А из тех, кто не бросают пить, всего лишь 3% пьют столько, сколько пили. Остальные снижают дозу. Точно так же с курением. Мы обнаружили, что 67% улучшают свои отношения в семье. 67%. 48% в коллективе улучшают свои отношения. 48% из старых. Мы исследовали 826 человек. Интересные, да, показатели? То есть люди просто слушают лекции. Они больше, ну, ничего не делают, просто приходят послушать лекции, и такие изменения в жизни происходят колоссальные, серьезные. Хороший результат. И это понравилось ученым, которые занимаются общественным здоровьем. Они приняли это знание. И мне даже предложили участвовать. Вот сейчас есть проект в России. Единая партия России продвигает такой проект «Здоровая нация». То есть мы предложили в нем участвовать. Посмотрим, в чем это будет выражаться. Но так или иначе, такие у нас будут перемены. У нас неподдельный интерес к знанию, к ведическому знанию. Увеличивается популярность знания ведического, да, среди ученых. И причина заключается в том, что оно практично, это знание, потому что оно очень глубоко разбирает основную часть нашей жизни. Мы живем в своей психике, в психических функциях. То есть, смотрите, обычная психология, она объясняет жизнь с позиции поведения человека. А веды объясняют жизнь с позиции того, что это поведение имеет какую-то глубокую-глубокую природу. И глубокая природа заключается в том, что мы с вами вечные. То есть мы имеем вечную природу, мы души. Вот это самопонятие очень сложно понять, потому что душа, ее нельзя убить просто так. Знание о душе, оно... У меня карма, видите, плохая всегда. Когда я читаю лекции, микрофон потихоньку опускается вниз. Сейчас мы справимся с кармой, потом еще знание. Потом еще знание, карму сейчас прятаем. Ага, все, все нормально. Все, вот это то, что я хотел вам показать на примере, что карма преодолеется с помощью знания. Плохая. А карма бывает у всех плохая. Лекция будет интересная, очень познавательная, потому что эта тема такая ключевая. Она о нашей жизни. Каждый получит что-то для себя очень ценное в этой лекции. Даже те, кто уже ко мне ходили 15 лет, вот, я надеюсь, что-то сказать новое обязательно. Буду стараться, чтобы что-то тоже новое получили. Спасибо за знакомые лица. Вот. Итак, в чем же интерес? Интерес заключается в том, что мы имеем вечную природу, все вечную природу, но при этом мало кто из нас задумается о том, что надо планировать больше, чем до этого деревянного ящика, да? Ну, то есть, никто не планирует дальше жить. Ну, то есть, мы думаем, ну, а смысл какой планировать? Непонятно, что там дальше. Может быть, я и не буду жить. Так? И веды объясняют, что с точки зрения обычной науки трудно признать, что есть жизнь дальше. Трудно признать, потому что, ну, не все верят в этот эксперимент молоди. Знаете об этом, да, что был эксперимент, что не уже неоднократно ученые это делали, что в пограничных состояниях можно кое-что узнать. То есть, когда человек находится в реанимации, не всегда люди оставляют тело, как веды говорят. Видите, оставляют тело. Не умирает, веды нет слова умирать, оставлять тело. Ну, то есть, не все люди оставляют тело. Некоторые возвращаются к жизни. То есть, все сигналы там, сердце не бьется, все остановилось, потом раз, искусственное дыхание, там, все прочее, и раз, 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 человек начал жить. Он не жил, но начал жить. Опять вернулась жизнь, в тело вернулась жизнь. И потом, знаете, Моуди, что сделал? Он поставил везде камеры, везде датчики, все, и все фиксировалось полностью, синхронно, с тем моментом, как вот идет, допустим, у человека жизнь остановилась, и все сразу, все видно, что происходит. И потом этого человека спросили, и с ними никто не разговаривал, он пришел в себя, его отвезли там, все привели в чувства, и спросили, что ты помнишь? И человек начинает рассказывать, как он повис над операционным столом, кто что говорил. То есть примерно 30% тех, кто участвовали в эксперименте, недобровольном, как вы понимаете, кто выжил, тот участвовал. Эти люди, они интересные вещи начали говорить, что оказывается они помнят, как разговаривали хирурги, когда помнить нечего, понимаете, помнить нечего, потому что нечем помнить по факту, помнит человек мозгами, но мозги в это время не работают, потому что там все остановилось. И человек говорит, а я вообще не чувствовал себя внутри тела, оно было чужим для меня, чувствовало оно чужое, как бы от свое, но уже не мое. Я был в ней, мне было легко, он говорит, у меня такое чувство легкости было. И те, у кого научный склад ума, они думают, так, так, но не факт, не факт, что вот именно в это время все. Надо уточнить. Может быть, все-таки они раньше это все почувствовали. Может, какие-то галлюцинации были, но как это в момент смерти, когда все остановилось, человек может что-то помнить. Видите, все равно даже с точки зрения современной науки очень трудно установить факт жизни после смерти. Очень трудно установить этот факт. Но просто у нас такое мышление. Но вот в древней культуре интересно знать, что наука не ограничивалась простым экспериментом научным. Если говорить о древней науке, вот этой ведической, кстати, вы можете сказать, ну что за наука, что за вообще словосочетание? Древняя наука. Древние там же жили просто аборигены в это время. Ну какая наука может быть там у этих эскимосов, которые с копьями там, у-у-у-у, там, да? Вот. Не факт. Не факт, что это именно так было, как мы думаем. Потому что, смотрите, есть другие свидетельства. Например, 5000 лет назад веды написаны на санскрите. Каким образом они написаны? Во-первых, эти источники можно радиоизотопным методом проверить, что они написаны 5000 лет назад. Сейчас это проверяется. Во-вторых, написаны языком настолько сложным, что их 10 лет надо, чтобы его выучить. Это такой санскрит, вот этот вот, тот древний. И он написан стихами, изысканными стихами. Причем, интересно знать, что некоторые шлоки, они читаются, вот, допустим, 6 строчек, да? 6 строчек. Они читаются вот так вот. Смысл глубокий, да? Читаются. Вот это. Раньше люди просто так не писали. Не писали самые важные, какие-то очень важные вещи в жизни, которые нужны человеку. Вот. Потом они читаются назад, обратно. Тоже есть смысл. Они читаются сверху вниз, вот так вот. Читаются по каждой строчке, представьте, вот так. Сверху вниз, еще поперек. Попробуйте такой кроссфорд сделать. Получится у вас, нет? Ну, не то, что все шлоки такие, но, по крайней мере, все шлоки так составлены, что ни одной буквы не выкинешь, ни одной не добавишь. Понимаете? То есть это сверхинтеллектуальные люди писали это все. Сверхинтеллектуальные люди. Причем, знаете, почему они писали? Потому что было предсказано 5 тысяч лет назад, что начнет деградация памяти у людей. Деградация памяти. Вы заметили, что дети уже помнят хуже, чем мы раньше, да? И вообще ничего не помнят уже. Это идет деградация памяти. 5 тысяч лет назад вообще ничего не забывали люди. Понимаете? Поэтому деды начали записываться только 5 тысяч лет назад. Они все помнили. То, что они услышали, то помнили. И по факту вот этого произведения, в котором я все эти факты взял, Шимад Багватом, очень мощное произведение ведическое, которое я сейчас вам буду передавать эти факты, были интересным образом изложены. Их излагал человек, который услышал один раз это произведение от своего наставника. Один раз услышал его, и потом его пересказывал. Это в самом Шимад Багватом описывается. Интересно знать, что Шимад Багватом имеет 40 тысяч стихов. Представляете, 40 тысяч стихов запомнить за один раз. Кто-то может рискнуть, нет? Попробуй. Эксперимент такой. Я один стих учу где-то раз в 50, мне надо повторить, чтобы я его запомнил с переводом. Но непросто, непросто. Ну то есть, видите, интеллект был очень высокий. Люди знали скорость света. Это описано, веда, скорость света. Они знали расстояние до всех планет Солнечной системы. То есть, знали эти расстояния. Они знали число Пи. Это описано тоже в ведах. То есть, основные все моменты, они знали размеры атома. Ну то есть, основные моменты какие-то они знали. Но которые нам кажутся ключевыми сейчас в жизни. Нам кажется, что это ключевые моменты. Ну вот я сейчас скажу вам одну вещь, которую мы вообще даже не знаем, что это бывает. Вот сейчас одну вещь скажу. Я читал одно ведическое произведение. Называется, по-моему, Статия Веда, что ли, что-то такое. И эта веда описывает, как делать летательные корабли. И знаете, основной принцип какой? Там берут материалы, у которых разный принцип гравитации. Мы даже не... Сейчас у нас нет такой науки, которая бы изучала разные принципы гравитации. Но они, знаете, они находили такие материалы, которые нейтрализуют гравитацию друг друга. В результате, когда соединяются эти два материала, вещество начинает висеть в воздухе. Можете себе представить? И они эти комбинации делали так, что получался целый летательный корабль. Представляете, он управлялся не с помощью топлива. Там были системы управления, которые были основаны на определенных... определенных геометрических фигурах, которые давали возможность изменять движение с помощью вибраций. То есть об эти геометрические фигуры пространство вибрировалось. И это давало двигаться тому аппарату. Представляете? Нам вообще... То есть там это все описано, мы даже просто... Там так, как пять тысяч лет назад, уже по-другому все называется. Мы просто не знаем, как это сделать. Есть священное писание, мы не знаем, как это сделать. Но меня не это ведок больше всего привлекло. Меня привлекла наука, сама наука. То есть физическая наука древняя. Она имеет совсем другую природу. Во-первых, она передавалась от наставника к ученику. Смотрите, то есть мы с помощью эксперимента... Мы верим только в эксперимент, да? Но вот в чем заключался эксперимент ученика? Он видел, что его наставник имеет абсолютно безупречную природу. То есть это абсолютно святой человек. У него нет недостатков. Он никогда не делает глупости. Понимаете, как это отличие от нас? И этому человеку можно верить, потому что он не обманывает. И он говорит, допустим, этот человек. Я вижу, как во время оставления тела, тонкое тело отделяется от грубого и начинает описывать этот процесс. По факту, это все записано в ведок. Можно это проследить. Так как я изучаю... Вот смотри, сейчас поверьте вы мне или нет. Давайте проверим. Так как я изучаю эту науку, то я несколько раз в жизни видел... То есть я работаю с тонким телом. У меня такая медицина. Я тестирую тонкое тело. И на основании этого тестирования делаю свои назначения. Опять же, лечу с помощью веток коры деревьев, которые тоже имеют тонкую энергию. Ну, такими вещами. Скажете, а, экстрасенс. Ну, все, значит, понятно. Шизофреник. Вот. Ну, можно так сказать, в принципе, с позиции, как бы, опыта психиатра, 80% таких людей, даже можно сказать 90%, ну, точно имеют какие-то психические отклонения. Ну, я надеюсь, что у меня их нет. Ну, то есть я просто это делаю, как ученый, как исследователь. И три года назад я наблюдал, как оставляет тело мой близкий человек один, он умирал от рака. Я увидел, как он... Сначала, что происходило, то есть сила времени, о которой мы будем сегодня говорить, что это такое, она начала выталкивать душу из тела. То есть тонкое тело свернулось в центр груди. Вот здесь, в центре груди, находится центр существования человека. Не в голове, а в центре груди. Вот здесь. Вот. У него все тонкое тело свернуло из центра, и увидел, что грубое тело опустело. Оно стало как будто чужим для него. Вы видите, когда, допустим, лежит, как вы говорят, покойник. Ну, то есть там ничего нет, по факту. Вы трогаете, там пусто. Да? Такое ощущение, пусто. Деревянное что-то такое, пустое. Кажется, что это он лежит, но он не лежит. То есть его там нет. То есть душа уже вышла из тела вместе с тонким телом. Там никого нет. И это знание очень ценно, потому что, если мы об этом знаем, многие вещи узнаем. На самом деле, первая вещь, которая узнается, что никто не расстается, вы узнаете сегодня на лекции, что никто не расстается никогда, это мы на иллюзии находимся, думать, что мы расстались. Расстались с этим человеком, который ушел из тела. Никто не расстается. Если знать, как не расстается. Если знать, что за связь остается. Если знать, то никто не расстается. Первое, что можно узнать. Второе, никто не умирает. Нет смерти. Есть только жизнь. Но это все надо узнать. Видите, сейчас интересный момент. Я вам не смогу продемонстрировать выход из тела. Даже если его продемонстрируют, то вы не увидите меня. Понимаете? Сократ, когда выходил из тела, он яд выше выпил. Его окружили эти, которые хотели убить. Ну что, пей яд. Ты всегда говорил, что тебя не поймают, да? И он говорит, меня и так никто не поймает. Говорит, смотрите, сейчас я от вас убегу. И раз выпил яд. И тело упало. А Сократ в тонком теле убежал. Но они не понимали этого. Потому что он был очень следущим человеком. Они не были. Они думали, что они добились своего. Его нет. Они говорят, его нет. А он был. И есть. И будет. Понимаете? Но это надо понять. Я вам сейчас приведу вот это, что такое знание. Два примера приведу. И вы поймете, что это важно. Вот смотрите. Ну, те, кто хочет понять. Потому что то, что я сейчас буду говорить. Это уже не проверишь с помощью лабораторных исследований. Как я в интернете недавно прочитал, что ученые обнаружили, что душа весит 2 грамма. Когда человек тело оставил, его взвесили. Оказалось 2 грамма разницы между тем, что было и тем, что есть. Вот больше бреда я не встречал. Душа, она не может, его нельзя измерить материальными весами. Она другую субстанцию имеет. Понимаете? Совсем другую природу. Духовную. Ее можно почувствовать, душу. Как почувствовать душу? Вот, допустим, вот девушка печалится вот на третьем ряду. Сидит, да, вот вы печалитесь немножко. Ну, не вы сзади, беленько, а вы вот перед ней, девушка. Я про нее говорю сейчас. Она слушает, но ей что-то внутри тяжело. Я чувствую вас, как личность, вот так. Вот, некоторые люди, они смотрят на меня с таким любопытством. Думают, что за такой огурец сидит. Вот, некоторые с любовью, потому что они давно уже, мы общаемся уже много лет друг с другом. Некоторые смотрят внимательно, думают, ну, сейчас я его разоплачу. Наверное, что-то хочет от нас появить. Что-то хочет. Кто-то с позиции ученого, так сейчас он изучает. Вот, есть разные отношения. Это означает духовная энергия. Отношения означают духовные. Так можно почувствовать душу. Но не с помощью взвешивания. Это другая уже субстанция. Она имеет другую природу. Она чувствуется, в трех составляющих душа чувствуется вечность. Душа стремит всегда, мы хотим жить всегда, не хотим умирать. Сначала стремление к вечности. Значит, мы души. Дерево тоже хочет жить. Так, значит, там есть душа. Или оно не хочет жить. Отрезали веточку, новая растет. Она хочет жить, дерево. Вот. Поросенок тоже хочет жить, да. Если вы чувствуете, он чувствует, что вы хотите зарезать, он бегает, пищит. Да, ну, то есть он хочет жить тоже. И даже муха хочет жить, да. То есть, если ее поймать, она живет, там. И не нравится, что ее поймали. Ну, то есть, значит, там тоже есть душа, получается. Видите? То есть, если даже в мухе есть душа, то представляете, какая она маленькая, душа. Или у нас больше душа. Кто считает, что у нас душа больше, а у мухи меньше? Преднимите вы. Какие основания у вас? Есть основания? Просто вы так считаете. У меня есть больше оснований считать, что это не так. Но с вашей точки зрения, может быть, нет никаких оснований. Я вам сейчас объясню, какие у меня основания. Есть свидетельства, которые написаны чистым человеком. Это свидетельство является основанием. Там написано, душа неделима. Она для всех одинаковая. Она неуничтожима, никаким оружием. Она вечная, бессмертная и так далее. Понимаете? То есть, она одинаковая, там написано. Одинаковая. То есть, это означает, что у всех одинаковые. И с этой точки зрения изучать древнее писание очень ценно. Потому что эта наука, как оказалось, она очень практичная. Потому что я сейчас вам объясню, в чем практичность. Может быть, она с первого взгляда кажется непрактичной. Ну, смотрите, то есть, первое, что я получил опыт, увидеть, как выходит человек из своего тела. То есть, сначала тело начало нагреваться очень сильно. То есть, вот эта энергия времени, когда соприкоснулась с телом, душа вместе с тонким телом, она сопротивлялась. Она хотела бы оставаться в теле. В результате началось сражение. Энергия времени и душа вместе с тонким телом сражались. В результате время выиграло. Начался сильный подъем температуры, который закончился тем, что тонкое тело все-таки начало сворачиваться. И в этот момент потеряла функция, она перестала управлять грубым телом. Тонкое тело управляет, психическое тело управляет грубым телом. Когда управление закончилось, сердце остановилось, тонкое тело свернулось в одну точку, вот в эту зону. В этот момент грубое тело начало быстро остывать. Потом душа вместе с тонким телом начала двигаться, она сместилась с этого места. Во время жизни она всегда неподвижно стоит здесь. Она неподвижна, она никуда не уходит с этого места. Душа в пятки не уходит. Она стоит только в этом месте всегда. Но в этот момент она начала двигаться, я увидел чудо, что вот этот светящийся объект, который внутри человека, и он, в общем-то, как он выглядит, не то, что свет какой-то, а он светится тем, что я его люблю, он меня любит. Мы друзья. Понимаете? То есть светится дружбой. Вот этой вот силой дружбы для меня. Для каждого по-своему. И то есть я увидел вот эту вот силу дружбы, я ее видел, она начала двигаться вдоль центра тела. Каждого по-разному будет двигаться. И вышла из определенной зоны, там эти зоны, психические центры, чакры, вышла и развернулась снаружи в виде этой личности. Эта личность появилась передо мной, перед моими глазами. Эта личность меня узнала, и я ее узнал, потому что я вижу. И она была обескуражена очень сильно. Она была в недоумении, хотя всю жизнь изучала ведическое знание. Эта личность не ожидала. Этот человек не ожидал, что он оставил тело. Он оставил тело неожиданно, с открытыми глазами. Повернулся, что-то сказать раз, и все. И я начал успокаивать с помощью молитвы, с помощью отношений. И так как он имел знание, он вспомнил, что он не тело, что он душа, и он успокоился. И потом дальше эта душа пошла своим путем в жизни. И как вы думаете, вам это предстоит или нет? Но кто-то об этом вообще не думает. Вот это означает безмозглость. Потому что нам предстоит это все, мы должны это изучать. Если вы считаете, что нет следующей жизни, тогда и жить незачем. У нас что, ну пройдет 10, 15, 20, 30 лет. И что дальше, дальше тетю. Если это так, так зачем тогда вообще жить? Смысл? Ну копить, да, копить. Мы построим дом, построим детей, воспитание. Некоторые думают, жизнь продолжается в детях. Но это же не ваша жизнь продолжается в детях, а их жизнь. Ваша жизнь зачем тогда нужна? Видите, какая-то глупость какая-то. Непонятно, зачем. И эта глупость на самом деле признак невежества. Признак незнания. Мы очень образованные в том, чтобы где-то работать, там, зарабатывать деньги. Что-то здесь делать в этом мире. Но нам придется оставить тело. И мы не образованы с тем, в том, что будет дальше с нами. Это значит, мы невежественные люди. Веды говорят. Это не то, что я там утверждаю. Так говорят веды. Если человек не знает, какие процессы в течение жизни происходят с ним, что происходит с ним после смерти, то он не обладает знанием о своей жизни. Он просто живет не в единении. Итак, смотрите, интересно. Я ездил, я живу в Краснодаре, я как-то ехал вдоль дороги, ехал, то есть по шоссе. Я увидел вдоль дороги аварию. Лежит человек, ну, лежит тело, вернее, лежит тело. Я увидел, так как я очень внимательно смотрел, сразу сосредоточился, увидел тонкое тело. Человека, тонкое тело, человек вышел из грубого тела, все, его там нет. Человек находился вне. И он был очень сильно испуган. И так как он не знал, что есть жизнь после смерти, этот успех никто не может уже убрать. Потому что человек не понял вообще, что произошло, понимаете? То есть он ничего не понял. То есть, смотрите, веды объясняют, знание находится в тонком теле. Оно не остается с грубым телом. Память о том, что происходило. Память о том, что будет происходить. Ну, то есть память человека, его качество, характер, привычки, взгляды. Все остается с ним. Поэтому знание является самым большим богатством. Если человек что-то узнал, узнал сердцем. Не то, чтобы книжки прочитал, а узнал сердцем. Он понял, что это так. То это остается с ним уже. Дальше, в следующей жизни, он выходит из тела, все остается с ним. Как-то я был в Индии в одном святом месте. Это место называется Шри Рангам. Это огромный храмовый комплекс, десятки километров. И в этом храмовом комплексе есть удивительное место, где необычное закоронение. 800 лет назад он оставил тело, очень возвышенное душа, очень возвышенное. И этого человека зовут Рамануджа Ачари. Рамануджа Ачари, он сказал своим ученикам, собрал их, сказал, я сейчас оставлю тело, я перед этим вам хочу дать свои последние наставления. Дал он наставление, ученики упали, перед ним заплакали. Пожалуйста, не оставляй тело, мы еще хотим побыть с собой хоть чуть-чуть. Он сказал, хорошо, и целые сутки давал наставление, потом сел перед ними, поднял вот так руку, и с открытыми глазами, вот так прощаясь с ними, оставил тело. Представьте, что за личность. Он сам по своей воле оставил тело. И перед оставлением тела он им сказал, вы будете со мной, оставаться со мной в течение многих сотен лет. Я буду приходить в свое тело, возвращаться, оживлять его чуть-чуть, и вы будете чувствовать связь, через эту связь вы будете от меня получать знания. И что происходит? Это тело забальзамировали, и в нем периодически начинают расти ногти. Их обстригают раз в месяц. И оно продолжает так стоять уже 800 лет. Съездите в Шри Рангу, посмотрите. Им рекомендую получить такой опыт. Опыт чуда, который бывает в этом мире, чудес. Бывают чудеса, потому что есть люди, обладающие знанием, что такое грубое, тонкое тело, как с этим обращаться. Это знание остается с ними после смерти. Они знают, что делать там уже, в отличие от нас. Они не забывают о том, что происходило здесь. В следующей жизни они себя тоже помнят и так далее. Это результат работы над собой. Они погружаются в то, что нужно. То есть они занимаются самым главным. Чтобы следующая жизнь была тоже наполнена. Чтобы она не была пустой. Итак, мы тоже сейчас соприкоснемся с этой темой с вами. То есть мы будем говорить о самом главном. Самое главное заключается в том, что помимо грубого тела, помимо грубого тела, которое мы изучали по анатомии, существует тонкое тело или психическое тело. Психическое тело можно почувствовать в результате настроения. То есть у меня хорошее настроение. Это означает работа психического тела. Это не работа грубого тела, настроение. Даже когда у меня что-то болит, это работа психического тела. Оно соприкасается с грубым телом, где нарушены функции. И поэтому возникает чувство боли. И ветры расписывают все. Они говорят, что в тонком теле существует тонкое тело ума. Манос. Тонкое тело ума означает та структура, в которой человек живет. По факту мы живем в тонком теле ума. То есть мы им думаем, мы в нем живем, в нем есть характер. Тонкое тело ума управляет грубым телом. В тонком теле ума есть два типа каналов. Психических каналов. Два типа. Один тип психических каналов, он управляет всем грубым телом. Эти психические каналы называются шротасы. Это, знаете, как можно представить, как чертеж вот этого здания, допустим. Если бы не было чертежа, здание бы не было построено. И чем отличается этот чертеж? Он отличается тем, что он управляет. Вот, допустим, этот чертеж настолько интересный в нашем организме, что он управляет функциями нашего грубого тела при жизни. Вот чертеж здания не управляет функциями, так? Но надо иметь чертеж, чтобы управлять. Так? Без чертежа непонятно, что где находится. Как коммуникации проходят, там и так далее. Как свет. Чертеж все-таки нужен. И мы, люди, управляют. Но есть невидимая сила, которая управляет нашим телом. Наше тело на санскрите называется янтра. Янтра означает машина, переводится в санскрит. Представляете, древние люди придумали такое слово для нашего тела. Янтра означает машина. То есть они воспринимали тело как живой объект. Они воспринимали как то, где живет живой объект. Допустим, машина живая или нет? Нет, она не живая. Но когда туда садится человек, он может ездить там, она осталась живая, да? И настолько сильно оживает, что если вы подойдете по машине, стукнете, так, по ней, особенно если дорогая, то выбежит человек и скажет, ты за что меня ударил? И он сразу раз в лицо. Ну то есть, вы же не ударили его, да? Вы ударили железку просто какую-то. Но он будет считать, что вы его ударили. Понимаете, насколько сильно он вживается с этим, с этой железкой. Вот точно так же мы сжились очень сильно с этой машиной, в которой находимся. И по факту мы начинаем себя считать этой машиной. То есть мы думаем, о, какая я сегодня красивая. И не только мы так считаем про себя, а также многие на девушек смотрят и видят, что они действительно красивые. Но по факту это красивая душа. В женском теле душа такая красивая. Ее энергия красоты начинает раскрываться в женском теле. В мужском теле раскрывается энергия знания. Женщина скажет, но не во всех мужских телах энергия знания раскрывается. Да? Иногда что-то не раскрывается. Это уже другой вопрос. Это уже вопрос развитости человека. Развитости. Но по факту заявлено, что в мужском теле должна раскрываться энергия знания. А в женском должна раскрываться энергия красоты. Так заявлено, да? Но не всегда заявки выполняются. Это уже карма. Сейчас будем об этом говорить с вами чуть позже. Итак, смотрите. Шротасы. Что это за такие каналы? Они обволакивают каждый орган. То есть, вот допустим, Анна Ваха Шротас. Описано очень много каналов тонких, которые поддерживают функции всего нашего организма. Анна Ваха Шротас начинается от рта и заканчивается тем, откуда пища выходит, тем местом. И когда, допустим, маленький ребенок развивается, еще внутриутробное развитие, трубка внутриутробная, когда развивается, то что происходит? Закладываются клетки в этой трубке пищеварительной в разных местах одновременно. И так как ребенок развивается в трехмерном пространстве, сразу возникает вопрос, а как они находят друг друга эти клетки? Вот как они вместе создают одну такую устроенную систему? Почему пищеварительный у всех поодинаково расположен? Почему он не заворачивается как-то, и потом раз опять вышел? Почему он как бы у всех одинаково расположен? Потому что есть чертеж. Понимаете, они растут внутри этого чертежа. Эти клетки. То есть, они растут внутри тонкого тела. Тонкое тело с самого начала управляет другим телом, очень серьезное управление идет четкое. Но иногда в тонком теле бывают ошибки. Это карма означает. Пахая карма. Бывает это означает аномалии внутривидробного развития. Все. Древние учебные знали об этом. И они знали, как управлять тонким телом. Тонким телом можно управлять с помощью звука. Но для этого надо сначала звуком управлять. То есть надо так произносить звук, чтобы он воздействовал в конкретное место. Как это возможно? Надо сначала научиться управлять звуком, потом научиться видеть, на что ты воздействуешь. Потому что это же тонкий объект. И тогда ты можешь уже лечить внутриутробные болезни у детей. Но это для нас вообще непостижимо. Так? Непостижимо просто. Мы не знаем, что это вообще бывает. Но по факту мы какие-то простые упражнения, как лечить судьбу с помощью звука, мы с вами сегодня будем изучать. Это реально. Я сегодня молился с утра, два часа, чтобы мой звук как-то помог вам в жизни. То есть эта молитва, она должна сделать свое дело сегодня. То есть ваша жизнь, наверное, станет чуть-чуть получше. Если вы внимательно будете слушать меня, то, наверное, что-то должно произойти. Проверьте, по крайней мере. Итак, существуют другие психические каналы, которые называются НАДИ. Вот эти психические каналы НАДИ и работают совершенно уникальным образом. Представьте себе, что эти каналы психические, они предназначены для работы нашей психики. И они не заканчиваются внутри тела, грубо говоря. Эти каналы, они продолжаются от одного человека к другому. И у нас возникают родственные связи. Как человек, допустим, может сказать такую фразу? Ты убил меня. Ну, то есть он вроде бы живой. Он говорит, ты убила меня, да? Да? Потому что ты от меня ушла. Во мне закончилась жизнь. Я не могу теперь жить. У меня сердце остыло. Да? А ты такой холодный, как айсберг в океане. Да? И все твои печали за темною водой, да? Воды никто не налил. Это карма плохая. Бутылку поставили самообслуживание. Зачай, что я недостойный, чтобы мне налили. И так, смотрите, интересная вещь получается, что иногда я чувствую любовь к другому человеку, а он не чувствует ко мне любви. Я спрашиваю, неужели ты не чувствуешь? У меня такая любовь к тебе. Неужели ты не чувствуешь? Он говорит, нет. Знакомая ситуация. И ты не веришь, думаешь, ну как она не чувствует? Я же ее люблю. В чем дело? Да, я же ее люблю. Почему она не чувствует? Иногда бывает наоборот. Человек говорит, я тебя так люблю. А ты думаешь, непонятно. Что он от меня козит? Иногда люди любят друг друга, но родители не разрешают. Или мешают отношениям. И такая несчастная любовь вызывается. Или я стою на одном, а ты на другом, да? Весна какая выдалась, зачем же мы расстались, да? Ну то есть, видите, не все так просто в этой жизни. То есть, есть связи между людьми. И неожиданно наступают эти связи. Любовь негаданно нагляет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. И ты поешь. Да? Хорошо становится. Непонятно правда почему. Вот почему так происходит, что ты увидел человека, да? И тебе стало хорошо жить. Ты вспоминаешь его. И у тебя счастье возникает внутри. Что это за такое? Откуда это все взялось? Что это за такое? Какой механизм? С позиции условных рефлексов Павлова, что выделяется слюна, когда ты смотришь на кого-то. Или какать хочется там, когда что-то раздражается там. Вот. С этой точки зрения как-то все как-то банально получается, да? Что какой-то условный рефлекс возникает. Я смотрю на человека, у меня условный рефлекс. Ну почему-то так хорошо от этого условного рефлекса, да? Кто в это верит? Поднимите ручку. Просто условный рефлекс. Нормально. Это означает, что вы честный человек, вы как бы верите, что вот, ну, то есть нет связи никакой, да? Нет связи, просто вы посмотрели, и у вас условный рефлекс. Ну вот интересно, как это можно объяснить? Вот какой условный рефлекс возникает у маленькой, маленького же ребеночка, который рождается из большой лошади. Смотрите, он рождается, сам стоит на ноги, его никто не учит. Он никогда этого не делал раньше. Он подбегает к маме сразу, его тоже не учит никто, и начинается сальси-сю, сам. Тоже никто не учит. Как вы можете это объяснить? Откуда взялся рефлекс? Ведь никто, не было никакой тренировки. Откуда все это взялось? Почему рыбка, когда рождается, она плывет за мамой сразу? Откуда этот рефлекс такой? В чем дело? Откуда это? Не зря это инстинкты. Ну, откуда это все возникает? Согласно Павлову, это все как бы вырабатывается где-то. Есть какой-то более условный вопрос. Возникает привязанность в духовке. У животных к людям. Почему у парня и собачка? Ну, где была бы она своей мамой-собакой, не смогла еще на людьми начинать. Так это еще сложнее есть вопрос. Почему разные совершенно по строению люди, мужчины и женщины, друг за другом бегают? Вот это еще сложнее вообще. У них же разное строение, не одинаковое. Они друг за другом бегают тоже так же. Никто не учит, кстати, иногда. Разве возникло что-то, да, чувство, как это в мультфильме. Мауте говорит, Ка, что это у меня здесь? Ка, говорит, весна. Видите, ну, мы не можем объяснить как-то более глубоко, но есть простые какие-то объяснения. Даже у Казми, там, этого мокрого, было объяснение такое, что весна наступила. Поэтому у тебя вот здесь появилось такое же лучшее чувство. Я сейчас вам объясню, что это такое с позиции ведического знания. Но прежде чем это объяснить, я объясню сначала, что у нас вот здесь в центре груди, в центре сердца, есть зона определенная, в которой хранится вся память о всех наших прошлых жизнях. Вот там вся память. В общем, а вагуа там в этом произведении. Оно доступно на русском языке, можно почитать. Там написано, что на седьмом месяце беременности, когда ребенок в утробе находится, он вспоминает в этот момент себя, начинает осознавать себя. И так как он абсолютно чист, он еще не попал в атмосферу каких-то отождествлений, что я там русский, там я родился в такой-то семье. Он просто находится в утробе матери, ничего не знает в это время. Он в это время вспоминает естественным образом доста своих прошлых жизней. Очень подробно вспоминаю. Но в процессе прохождения перемены вот этого резкого состояния память выключается. То есть человек не помнит ничего. Только очень возвышенные люди могут помнить несколько своих прошлых жизней. Это бывает крайне редко. В основном люди, которые говорят, что они помнят свои прошлые жизни, это просто психически больные. Чаще всего. Но есть, бывает, что помнят. Они отличаются святостью, такие люди. У них очень чистое восприятие мира. То есть именно чистота человеческая дает возможность ему улучшить память. Память — это священная вещь. Священная. То есть чем человек чище жизнь, тем у него острее восприятие мира, и тем у него глубже память о том, что все происходит. Знаете, для чего память нужна? Вот, допустим, помните, как в фильме, в этом, когда Шура напился, его напоили? Ну, ему сказали, что тут пить-то, да? Три бутылки ему показали. Ну, что тут пить? Вот. А он никогда не пил до этого. Он напился, и потом на следующий день он понял, что пить не надо больше. Он понял. Но его через некоторое время опять подпоили. Это значит, что у него память короткая. Потому что на самом деле, если человек имеет чистую, кристальную память, с ним произошло какое-то событие серьезное в жизни, он никогда больше так делать не будет. Он туда опять не пойдет, потому что он помнит, что с ним было. Это признак высокого интеллекта, очень сильное восприятие мира. Человек знает точно, что им можно сделать, что нельзя. Он очень сильно, серьезно понимает. Но это с помощью памяти достигается. Человек вспоминает все. Он, допустим, помнит, ему кто-то сказал какие-то слова очень добрые, и человек запоминает это. Он не забывает это никогда в своей жизни. Благодарен этому человеку. Высокий интеллект, признак высокого интеллекта. Память — это признак интеллекта. У меня, к сожалению, не хватает этого признака. И всегда все помню. Ну, так или иначе, будем продолжать. У нас сил, значит, продолжают. Вот. Итак, смотрите, мы с вами уже разбираем тонкое тело. То есть есть у нас в центре, вот здесь, в груди, есть такая область, она вот такой вот размер, даже вот такой шарик энергетический, вот как я это воспринял, вот такой вот здесь, прямо вот такой. У всех одинаковый. Этот шарик там находится в памяти всех наших прошлых жизней. И это глубинная часть нашего существования, это глубинная часть ума. Оттуда выходят импульсы, которые влияют на нашу судьбу. Оттуда рождается судьба человека. Как это происходит, я вам сейчас расскажу. На примере, как 800 лет назад был такой мудрец Бандаджави. Он написал произведение Йога Сутра, там описывается, разбирается строение, тонкое строение человека в виде озера. Срез ума, как слез озера. То есть, вверху волны. Это наши мысли. Мысли находятся у человека с левой стороны, вот здесь вот, здесь мысли. Дальше, с левой же стороны, глубже мыслей, находятся эмоции. Переменявал вопрос, у кого сильнее мыслей и эмоций, у мужчин или женщин? У женщин, шесть раз сильнее, чем у мужчин. Мысли и эмоции. Поэтому женщина, она более осознанно воспринимает ситуацию, которая происходит. Например, муж приходит домой, он еще не знает, что сказать жене по поводу того, что произошло. Но жена уже знает, что он хочет что-то сказать. Но примерно уже догадывается, что произошло. Примерно. Так или нет? У женщины очень мысль работает, и поэтому девочки лучше учатся в школе, быстро ориентируются в ситуации, запоминают лучше. И женщине легче ориентироваться в той ситуации, которая известна. Она привыкает, допустим, к квартире, она там очень опытна в своей квартире. Она знает, что где, когда у нее нет проблем. Все, она все полностью как бы осваивает пространство. Но в чужой квартире ей уже страшновато находиться. Потому что пространство не освоено. То есть женщина любит то, что известно. То есть ей легче жить там, где известно. Поэтому она говорит, давай сначала решим, как мы будем отношения строить, а потом будем их строить. Потому что непонятно, что ты от меня хочешь. То есть ей нужна известность какая-то, определенность в жизни. Женщине нужна. Вот. Дальше. С правой стороны находятся эти волны ума. С правой стороны находится воля человека. Воля сильнее мужчины. Вот снаружи воля. А дальше за волей что находится? Дальше решимость человека находится. Его как бы внутренняя сила. Сила воли. И мы видим, что мужчины они очень решительны. Даже мальчик маленький. Видите, это тонкое тело, поэтому это с рождения. Маленький мальчик, он так как себя ведет, такой шустрым. Он знает, что ему надо, он добивается своего. Его можно взять, допустим, совсем маленький, допустим, два года. Ему надо что-то. Можно его взять, вот так он будет, такой. Он не остановится. То есть если девочку взять, она будет смотреть, или чего ты хочешь, там разобраться надо, попросить. Она маленькая, она разбирается. И важное отношение. То есть она смотрит, улыбается или нет. Мне зачем меня так взяли? Она смотрит. Мальчику неинтересно, просто ему надо туда и все. И он идет туда. И мы все равно, как на него смотрим. Ну то есть разное поведение. Видите, с позиции мысли и эмоций поведение одно, с позиции воли совсем другое. Так получается. Видите, разные тела. Глубже вот озеро мы рассматриваем. Глубже находится вода. Волна вода. Воду можно разделить мысленно на три слоя. Три слоя. Первый слой, вот этот самый верхний, это то, что мы можем почувствовать. Тут находится сначала эмоциональная реакция человека, настроение потом находится, да. Потом находится настрой. Это что-то такое глубокое, допустим. Настроение, оно возникает каждый день свое, а в глубине у человека он говорит, я в депрессии. Ну, то есть, депрессия, это означает настрой. То есть, он живет вот с этим настроем, у него как бы все плохо, особенно в России. Вот, хочу в Америку или еще куда-нибудь. Я в депрессии. Или, я уже не такая молодая, чтобы улыбаться, как вы. Ну, то есть, совсем уже в депрессии. Ну, то есть, возрастная депрессия уже такая. Я не молодая. Все, отстаньте от меня. Вот. Ну, не у всех, конечно, так бывает, но иногда мы видим настроение такое у людей. Настроение означает еще глубже. Но интересно, что глубже настроения находится регуляция всего организма. Вот дальше вот, глубже, средняя часть воды означает там, где находится наше здоровье. Вот там находится здоровье. Как вы думаете, если у человека настроение хорошее, здоровье будет хорошее или нет? Будет лучше. Мы влияем как-то. Но, как ни странно, основное влияние у большинства людей идет снизу дел. Я сейчас вам объясню, что здоровье часто зависит даже не от настроения человека. Зависит просто от судьбы. То есть, от того, что идет изнутри там, оттуда. Судьба идет изнутри. Сейчас мы об этом будем узнавать. Итак, человек с помощью правильной жизни и понимания себя как личности правильно может сверху вниз, через мысли, через настроение влиять на здоровье. Это факт. Все знают это. Есть психофизические практики, саморегуляция. Непросто это сделать. Непросто. Дальше движется самый глубокий слой. Вот этот вот. Самый глубокий, непостижимый для нас слой. Как говорят, в тихом опыте в течерки водится, там тихий омут такой. Это тихий омут, такой самый глубокий слой, это слой, в котором мы не разбираемся. Там мы ничего не можем почувствовать. Если человек может как-то научиться чувствовать, как у него пища движется по кишечнику, он себя считает великим йогом. Он знает точно, где сейчас находится куще. Или он знает, допустим, как сделать так, чтобы кровь привела к руке. Или еще что-то, допустим, он думает, я очень хорошо разбираюсь в организме. Но вот, интересная вещь, что даже те люди, которые видят, что будет у других в жизни, не факт, что они знают, что будет у них самих. Вот там, в этом третьем слое находится влияние на нашу жизнь. Причем, интересное влияние. Мы, оказывается, тонкими нитями связаны со всеми, кто с нами связан. Хоть как-то. Даже административно. Допустим, связан ли я с директором завода, на котором работаю? Да. Да. И когда приходит время плохое в моей судьбе, он пишет, вот этого человека мы уволим. Может быть, он не сильно эмоционально с вами связан, но он пишет, уволим. Почему? Потому что от вас пришел сигнал. Веды говорят, что тот человек, который знает, знает, что вся причина моих страданий находится только во мне одном, является настолько великим мудрецом, что страдания даже не касаются его. Трудности жизни касаются. Допустим, руку должны отбилить. Это труднее жить, да? Или мне предстоит голодать там, или мне предстоит остаться без работы, мне предстоит еще что-то. Труднее жить, но страданий нет. Знаете, от чего веды говорят у человека страдаем? Не все. Ну так, если разобраться, от чего страдания? Видите, даже мы не знаем, от чего страдания. Веды говорят, от того, что мы не понимаем, за что, за что мне это? Вот представьте, ситуация такая, допустим, практический пример. вы знаете, что в прошлой жизни вы кому-то отрезали руку, просто взяли и отрезали руку. И вы уже знаете, что вам могут отрезать руку по закону кармы или в этой, или в следующей жизни. Вы готовы к этому. Когда человек остается без руки, он такой, ему тяжело, но он говорит, так тебе и надо. Нечего было калечить человека. Ведь уже легче. Так? Чувствуете, что легче или нет? Хорошо, не понимаете, я чувствую непонимание в ваших глазах. Давайте разберем пример. Уходит жена. О чем человек думает? Сначала вернись. Я все прощу, да? То есть он пытается ее вернуть. Возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и оставайся, да? Ну, то есть он зовет, зовет сердце своем. Связь такую держит. Пытается вернуться, все силы. Но потом, когда уже он не может вернуть, он чувствует, что он остался совсем один, да? Один, совсем один. Вот. И он о чем думает вот в этот момент? Мысль какая? Кто чувствовал это? Кто оставался один? Какая мысль? За что? Что это значит? За что? Это значит, что человек чувствует, как избавиться от страданий? Когда близкий человек уходит из жизни, первая мысль, за что? Судьба меня оставила одну или одного. За что? Видите, почему такая мысль, за что? возникает? Потому что сердце наше знает, что если узнать, за что, тогда страдания заканчиваются. Человеку надо узнать только за что. И все, больше ему не нужно ничего знать, по факту. Потому что проблема страданий заключается в отсутствии знания. А отсутствие знаний, веды говорят, есть тоже причина на это. Знаете, самое большое наказание, которое существует в этом мире? Мы наказаны невежеством. У нас нет памяти о том, что было. Мы наказаны невежеством. Хотите, я вам докажу, кто больше наказан, собака или человек? Человек больше наказан. Почему человек? Докажите это. Он понимает, что он наказан. Это хорошо? Наоборот, хорошо. Знания больше. Ты понимаешь, что ты наказан. А? Живет больше человек, значит, наказан меньше получается? Кто страдает больше? Ну и что? У собаки меньше потребности. У собаки меньше потребности. Видите, смотрите, сейчас вы сами, вы себе формируете будущее тело сейчас. Веды говорят, к чему бы ни стремился человек в своей жизни, в следующей жизни он обязательно этого достигает. Вы смотрите, стремление, оно внутри человека живет. Если человек считает, что собачье тело лучше во всех отношениях, чем человечество, смотрите, ведь и правда, собаки страдают меньше, сексом занимаются с кем хотят. Никаких ограничений нет. Вот. Они спят в квартире, то есть, им ничего не надо работать вообще, им надо работать. Если кого-то покусало, то законов никаких нет. То есть, никто тебя за это не посадит. Ну, покусало, покусало, ну, что делать. Но если успеешь к ней, не успеешь, твои проблемы. Вот. С этой точки зрения, как бы собака, смотрит, не мерзнет практически на улице, и хорошо, и зимой, и летом. Она может бегать быстрее, чем человек. Сексом заниматься в день несколько раз больше, чем человек может. С этой точки зрения, кажется, что у нее лучше рождение. Ну, лучше жить в собачьем теле, да, чем в человеческом. У человека столько проблем. Надо учиться сначала 20 лет, чтобы нормально жить. Собаке сразу можно нормально жить, не обязательно учиться. Но чего-то, есть какая-то разница между собачьим телом и человеческим. В чем разница заключается? У нее не хватает разума, она не соображает. Смотрите, интересный момент собака, глядя на себя в отражении воды, гавкает. Знаете, в чем причина? Она себя не знает. Она себя не знает. Она не знает, как она выглядит даже. Она не знает ничего про себя вообще. Представьте себе, как что за жизнь? Ничего не знаешь про себя совсем. Это означает наказание. Беды говорят человек, который меньше знает про себя, тот больше наказан. Если человек не знает, что он вечный, это наказание. Если человек не знает, что он жил в прошлой жизни. Если он не знает, как он жил в прошлой жизни. Если он не знает, какие у него задачи в этой жизни. Какая судьба будет в этой жизни. Что ему предстоит здесь, какие поступки с ним произойдут, события. Это все признак наказания. И человек наказан только невежеством. Отсутствие знания означает невежество. Также и животное. Почему собака наказана больше, потому что больше невежества? В этой точке зрения, больше наказания или меньше, и зачем нужно наказание, мы похоже будем говорить. Смотрите, с этой точки зрения веды дают классификацию живых существ. Смотрите, самая низшая форма жизни объясняется, как она живет. У человека настолько много невежества, у живого существа настолько много невежества, что она вообще даже двигаться не может. Застывшая неподвижная форма жизни, растительный мир. Даже двигаться по факту не может. Чуть-чуть растет к свету, то есть ощущение счастья есть, движемся к свету, есть просто чувство счастья, чуть-чуть и все. Чувство, что я живой тоже есть, но осознания себя нет совсем. Поэтому, когда мы листики ветки отрезаем, дерево просто возбуждается. Оно просыпается чуть-чуть, начинает расти. Содобники это заметили, поэтому они обрезают периодически ветки, чтобы дерево обмолаживалось, лучше росло, меньше болело. То есть ему это хорошо, что его отрезают. Почему? Потому что оно спит очень глубоко. Отрезвое, оно раз, немножко активизировалось, боли его активизируют, и начинается рост лучше. Понимаете? Следующая форма жизни. Эта форма жизни сравнивается с тем, как ребенок находится в утробе. Он в замкнутом пространстве. Душа ничего не видит, ничего не понимает, ничего не помнит в этом состоянии. Она в замкнутом, в темном пространстве находится. Дальше. Следующая форма жизни. То есть это называется сознание в глубоком сне. В глубоком сне, без сновидений. То есть не помнит человек ничего, что происходит. Дальше. Солнце с сновидениями. Веда в сознании. Солнце с сновидениями. То есть собака спит, живет как во сне. То есть она толком не понимает, что происходит. У нее есть определенные желания, она стремится к ним, но она себя не осознает. Так как мы спим, допустим, у нас есть какие-то желания, мы там что-то стремимся, но это все как-то так неявно. Да? Собака себя не осознает толком. Она находится в таком... В ней есть эмоции, в ней есть любовь, она может улыбаться даже по-собачьей. Но она себя не понимает. И это сравнивается как... Как будто огонь горит, но очень много дыма вокруг. Огонь, душа, жизнь сквозь дым просвечивает. Веда так объясняют. Есть проблески жизни, но трудно понять, что происходит по факту. Трудно понять, по-настоящему осознать себя, понять, что я сейчас в теле нахожусь, в таком красивом, я молодая девушка. Ну то есть собака в какой-то степени осознает, что она девушка в какой-то степени, но не в такой, как женщина молодая. Не в такой степени себе. Итак, дальше смотрите. Следующий уровень сознания. Мы говорим с вами о уровне сознания. Уровень ненаказанности в жизни. Уровень того, насколько много или мало плохой кармы. Мы говорим о карме сейчас уже. Смотрите, то есть в теле человека, где-то говорят, пробуждающееся сознание. Мы уже знаем, что мы живые. Мы уже осознаем себя, но мы много чего не знаем. Например, мы не знаем, будет следующая жизнь или нет. Мы не помним прошлое. По факту, если сейчас спросить, что ты делал конкретно год назад, мы уже не помним. Память у нас тоже затухает. О том, что было, мы не всегда помним. Иногда мы забываем элементарные вещи. То есть у нас есть память о себе. Мы знаем себя, осознаем, что я был маленький, я был средний, был большой. Но мы не помним, что было конкретно там в детстве. Какие-то маленькие эпизоды мы можем запомнить. Некоторые люди помнят много. Уже более такое кристальное восприятие мира. Есть, оказывается, пробуждающееся сознание. Знаете, что такое пробуждающееся сознание? Человек начинает вспоминать свои прошлые жизни. Он начинает понимать, что он не умрет. Он не боится смерти, перестает бояться смерти. Начинает понимать, что этот мир управляем. Что здесь не хаос. Что не из большого взрыва произошел мир. Что он управляем. Что здесь есть законы. Он начинает думать, господи, как это так? Почему столько маленьких миллиард клеток? Все взаимодействуют очень синхронно. Я в этом не принимаю никакого участия. Кто контролирует деятельность этих клеток? Кто управляет? Он видит, что в жизни нет такого, чтобы само что-то без управления функционировало так синхронно и великолепно. Он не понимает, как так получается, что Земля, как бы, вот так все, здесь количество кислорода необходимое для жизни. Все создано идеальным образом для нашей жизни. Вы скажете, это так просто природа создала? Ну хорошо, почему тогда оно не изменилось ничего? Почему эта концентрация воздуха сохраняется, несмотря на то, что мы добавляем газа? Почему эти растения так созданы, что они добавляют этого воздуха, несмотря на то, что мы уже много газа добавили? Много вопросов возникает. Почему здесь такая повышенная система сохранности на этой Земле? Почему здесь все так радостно мне? Здесь все мое, и мы, и мы отсюда родом. Почему так хорошо жить на этой Земле? Почему мне так хорошо здесь жить? Ведь если хаос, все из хаоса создано, как бы так получилось, что этот хаос сделал столько прекрасного? Так, удивительные комбинации в растениях, миллионы клеток, миллиарды клеток, все синхронно управляется. Смотрите, вы скажете, Олег Геннадьевич, просто тупой, просто тупой. Ты не понимаешь, что это все может действительно само собой управляться. Вот. Я согласен, что я тупой, но вот через призму, кучину своей тупости у меня вдруг неожиданно родилась идея, что на самом деле это невозможно. Один ученый американский, он исследовал клетку и сказал легче воинку создаться из кучи металлолома, чем клетке создаться в результате естественного отбора. Потому что ни один завод невозможно построить по половинке, понимаете? Как и курица, сначала задницу сделать, а потом постепенно сделать переднюю часть. Но пока ты переднюю часть сделаешь, задница уже помрет. Понимаешь? Надо курицу сделать сразу, чтобы она жила. Также завод хороший, надо сразу запускать. Понимаете, клетка это в миллиарды раз сложнее, чем завод. Как ее можно запустить по очереди? Как этот естественный отбор может ее сделать? Ну, некоторые скажут, ты не врубаешься. Ну, хорошо, я не врубаюсь, я согласен с этим. Но вот пока ни один ученый не врубился, потому что раз все основано на эксперименте, а парен парил материю, туда нагревался, охлаждал, всю жизнь нагревал, охлаждал, белки сделал, жизнь не сделал. Жизнь не сделал. Никто не доказал, что из материи создается жизнь путем, естественно, случайного вот этого отбора. Никто не доказал. Но мы в это верим. Это признак, согласно ведам, я не утверждаю так, но веды говорят, что это признак тупости. Вот таракан, допустим, он верит, что он хозяин кухни. А что нагрев является неопознанным летающим объектом, который страшный, но он здесь не хозяин. Потому что когда неопознанный летающий объект уходит, таракан опять вылазит, начинает заниматься на кухне своими делами. Точно так же мы считаем, что молния это просто явление природы. Мы также считаем, что землетрясение это просто случайность. Все для нас это случайности все, потому что мы очень интеллектуальные, в кавычках. Понимаете, все это объясняют, в чем наш интеллект заключается. В том, что мы не понимаем, что происходит. Им кажется, что мы здесь хозяин. Ну вот представьте хозяин, допустим, на заводе хозяин, да? Вот давайте перечислим признаки этого хозяина. Завод ему не принадлежит. То есть тело нам не принадлежит. Мы не можем им управлять. Кто из вас управляет телом? Поднимите руку. Есть хоть один? Нет? Никто не управляет. Мы туда кладем что-то, потом оп, понимаем, что надо куда-то идти. Приходит время, надо идти. Нам сигнал дают изнутри. Сигнал. Оп. И мы идем. И так хорошо потом становится. Вот. Это означает, что кто-то там что-то происходит, так? Мы не знаем, что до этого было. Когда пища где была, в какой-то момент сигнал приходит. Так? Мы не управляем. Что это за хозяин такой, если он не управляет заводом? Он сам завод работает. И некоторые говорят, я вырастил урожай. Ну хорошо, как ты его вырастил? Что ты делал для этого? Он говорит, я удобрение посыпал. Хорошо. Если бы ты удобрение не сыпал, что пшеница бы не взошла? Она восходит без тебя, потому что это происходит само собой. Подверье солнца, воды. Да? Пшеница растет сама. Ты просто помог ей, посадил, хорошо, молодец, посадил. Там, полил поле большое невозможно, дождь полил. Вот. Посадил, там, удобрение посыпал, урожай вырос. Да? Ты его собрал потом. Говоришь, я вырастил урожай. Привода вырастила урожай, не ты вырастил. Так? Мы не можем ничего вырастить, это само синтезируется все. Ведь это означает тупость. Тупость. В чем тупость заключается? В том, что мы себя считаем хозяевом положения. Пять минут. Пять минут достаточно, чтобы человек погиб без кислорода. Нам несколько суток без воды, пять минут без кислорода. Вот. Пой гитары два струна, я хозяин, вся струна. Вот. Мы так живем, понимаете? То есть нам достаточно каких-то минимальных вещей, чтобы жизнь прекратилась. Но мы себя считаем, что мы здесь всем управляем. Это признак пробуждающегося сознания, это говорят. Много интересных вещей, которых мы не можем объяснить. И мы не помним себя ни до, ни после. Это означает пробуждающее сознание. Вот. Теперь пробудившееся сознание, что значит? То есть, вернее, сознание, да. Пробудившееся сознание. Следующий уровень. Человек уже понимает, есть следующая жизнь. Он чувствует, он видел там, чувствует. Я не про себя говорю, у меня тоже пробуждающийся. Есть много признаков в прошлой жизни, я не помню там, я боюсь смерти. Пробуждающийся сознание, человек смерти уже не боится. Он знает, что жизнь вечная, все нормально. Признаки пробуждающегося сознания. Человек чувствует чужую боль. Называется сострадание. Сострадание. Мы не чувствуем чужую боль. Мы говорим, тебе больно? Он такой, ааааа. Тебе больно, что ли? Мы как не можем поверить, что ему больно. Аааа, я убираю. Мы никак не можем поверить. Ты слышишь, да ладно, прекрати. Все нормально же, мужик. Мы не чувствуем. Святой человек, то есть человек с пробудившимся сознанием, чувствует чужую боль. Он чувствует боль на человеку. Он чувствует мысли другого человека, его и наклонности. Он видит, обманывает человек, обманывает. Вот. Мы как немножко так живем в таком скапанке. Мы не сильно чувствуем друг друга, видим, понимаем, как этот мир устроен. Человек с пробуждающим сознанием чувствует связи между людьми. Он понимает, это важно. Он никогда не будет говорить. Тебе лучше уйти от него. Легче будет. Он не видит эту связь, что когда человек уходит от другого, возникает сильная боль, потому что разрываются отношения, больно становится обоим. И так далее. Видите, есть еще пробудившееся сознание, бодрое сознание. Очень высокий уровень в жизни. И это возможно в человеческом теле. В нашем теле возможно пробудившееся сознание. Когда человек во всех видит душу, он видит эту душу не просто как сияние, а когда, кем она была до этого, кем будет потом, как у нее будет развиваться жизнь. Поэтому для него нет собаки, нет человека. Он всех любит. Потому что чувствует все души. Он контактирует со всеми одинаково, с любовью. Чувствует счастье от всего, что он соприкасается всем. Испытывает огромную радость от всего, что происходит вокруг. Удивительная жизнь. Одна секунда соприкосновения с такой личностью полностью меняет восприятие мира. Одна секунда. Мы об этом чуть позже будем говорить. Итак, смотрите. Тонкое тело ума. Мы дошли до нижней части озера ума. Сила из нее исходит, из этой нижней части озера ума, влияет на наши события. События. Что значит? Я ничего плохого не делал. Жена ушла. Я ничего плохого не делал. Раком заболел. Я ничего плохого не делал. С работы уволили. Я ничего плохого не делал. Неожиданно плохое событие пришло в мою жизнь. Поднимите руку. У кого-то сейчас так в жизни произошло. Вот многие поднимают руки. Остальные думают. Да ладно, ничего не делал. Что-то делал, наверное. Они, может, что-то и делал, но не помнят. Не помнят. Мы не помним. Приходит время, раз и все. И наступает тяжелый случай. И остальные все подумают. У меня так не будет. Это тоже признак пробуждающего сознания. Так будет у всех обязательно. Обязательно, как я вам даю уже установку на добро. То есть обязательно. Обязательно у нас будут испытания в жизни. Какие-то будут обязательно. Потому что жизнь... Посмотрите. Еще один признак пробуждающего сознания. Смотрите, проведите себе тест. Есть два типа людей. Одни стремятся к счастью. 99%. Другие стремятся к знанию. Им все равно, будет счастье в жизни или нет. Они хотят понять, зачем они родились на этой земле. И цель человеческой жизни. Все. И все остальное их не помню. Как я буду жить в хорошей квартире, плохой. Будет жена, не будет. Это называется отреченные люди. То есть они идут в монастырь. Цель жизни, постижение смысла жизни. Зачем я родился на этой земле? Цель моей жизни какова? Кто я? Я тело или душа? Кто я? Олег Геннадьевич или еще кто-то? Непонятно. Ведь я сегодня в этой жизни Олег Геннадьевич. В следующей жизни там буду. Но Геннадьевич это в лучшем случае. В лучшем. Ведь я могу быть в следующей жизни просто шарик, допустим. Знаете, такое возможно? Я думаю, вполне возможно. Душа же одна и та же, она переселяется из одного тела в другое. Я понимаю, что вы мне не поверили. И слава Богу, все нормально. Не волнуйтесь, я вас не убеждаю в этом. Просто говорю о том, что вот так вот, что у нас могут быть разные тела, веды говорят. В зависимости от желания. Тонкое тело ума называется телом желаний. Ведок называется телом желаний. То есть оно меняется в зависимости от желания человека. Какие желания? Так трансформуется тонкое тело. За ним потом грубое тело начинает меняться. Да у человека неизменные желания, на его лице начинает это отражаться со временем. И люди думают, я не хочу с этим человеком иметь дело. Просто глянь на лицо. Видны желания уже. Дальше. Если у человека возвышенные желания со временем на лице отражаются. Видите, это значит, меняется грубое тело. Веды говорят, точно так же, как меняется грубое тело в результате желаний в течение жизни, так и в следующей жизни оно тоже меняется в результате желаний. Так, допустим, но скачком уже, скачкообразно. Потому что, допустим, если человек сильно много секса хочет, но не вписывается в человеческое рождение, но никак нельзя удовлетворить, нет возможности в человеческом теле, тогда, пожалуй, тело обезьяны. Вот для этого рождается тело обезьяны. Все очень закономерно и важно в этой жизни. Не то, что тело обезьяны дается, как какой-то вот, типа, иди в тело обезьяны, скотина. Нет, дается для того, чтобы человек испытал сексуальное чувство в полной степени. Ну, хочет он секса, понимаете? Ну, хочется секса как можно больше в течение жизни, пожалуйста. Теле обезьяны пять раз в день, без проблем, очень долго. Эмоции, съездите в Индию, посмотрите. Даже не надо смотреть фильм никакой, этот, эротический. Посмотрите, как обезьяны испытывают эмоции во время секса. Подумайте, лучше уже обезьяны тела сразу, в чем учатся. Ведь если человек не наедается в тело коровы, Допустим, он не наедается в течение жизни. Тело коровы. Корова ест весь день. Ночью пережевывает еще, она жует, она ест, ест, ест. Она, чтобы наесться, надо получить тело коров. В человеческом не наешься. Допустим, не высыпаешься. Если я все время спать, я, понимаете, все время спать хочу. Хорошо, тело медведя. Полгода спишь, не важно. Попробуй в человеческом теле хотя бы сутки поспать. Не получается. Очень тяжело, тело ломит, потом полит. В теле медведя полгода. Если разбудит, капец им придет. Надо спать, и все, и хорошо. Лапа сосет, лежит. Кругом холод, нет проблем. Полетать хотел, никакой кипятокам не поможет. Надо тело птицы. Летишь себе, можно вообще расслабиться. Потом опять раз летишь, нет проблем. Птицы, видели они, как летают? Летит иногда раз такая. Она опять летит. Наслаждаются движением. Зачем птица летает? Вопрос. Зачем мы тут ударите, теперь обратно. Зачем цель? Она наслаждается. Видите, когда человек стремится к счастью, то это не смысл в человеческом теле жить. Веды говорят, смысл в человеческом теле рождения – это знание. Мы рождены не для счастья в человеческом теле. Мы разумное существо не получили. Наша цель – понять, зачем мы живем, как мы живем, сколько мы живем. Понимаете? Что такое результат жизни человеческой? Когда счастье, что такое любовь? Есть любовь или нет? Есть счастье или нет? Есть вечности или нет? Есть знание или нет? Или некоторые говорят, у каждого свое знание. Веды говорят, нет, ничего подобного. Знание одно. Если ты его знаешь, у тебя жизнь становится лучше. Не знаешь – будешь жить хуже. Видите? То есть, оказывается, знание – это сила определенная, которую надо получить в жизни. Это очень важно. Например, есть люди такие умиротворенные. Им что не говори, они все так раз тебе говорят. Спасибо, я буду изучать. Спасибо за совет. Видите, они не выходят из равновесия, такие люди. Им лучше жить или хуже тем, которые постоянно к ней вываются? Как вы думаете? Теперь у меня вопрос к вам. Почему они так себя ведут? В чем причина? Почему они такие уравновешенные? Они всегда имеют хорошее настроение, доброжелательные, отзывчивые, спокойные, способные принять ситуацию, способные принять совет и так далее. В чем причина? Причина заключается в смирении. Смирение, веды говорят, это знание. Вот если человек, допустим, имеет высокую ученую степень, он там очень крутой, очень богатый, ему давно слово не так сказал, он готов тебя порвать. Он имеет знание или нет? Нет. А тот, который не имеет, допустим, каких-то внешних признаков, но он внутри счастлив, значит, у него жизнь лучше получается. Мы думаем, что жизнь лучше, когда у тебя все есть. Но жизнь, веды говорят, протекает у человека в глубинах его психики. Если в глубине психики нет счастья, сколько бы ты ни имел богатства, там, достояния, слава, почет, уважение, ничего не меняется. Если у тебя нет семьи, близких отношений, нет любви ни с кем, значит, ты бедный. У тебя нет дружбы ни с кем, у тебя нет хороших отношений с детьми, дети у тебя прохвосты, значит, нет у тебя богатства. Ведь веды говорят, богатство человека в знании. Если ты сам знаешь, дети тоже такие же растут. Они получают внутреннее знание. Некоторые говорят, я вот знающий человек, а у меня дети тупые. Ну, значит, ты такой же. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что знание — это не то, что ты начитал за книг. Знание, веды говорят, 26 признаков знания, 26 черт характера. Знание, оказывается, проявляется у человека в виде характера. Честность, доброта, сострадание, смирение, простота. Преданность. Высшей истине, стремление к постижению истины, решимость внутренняя, твердость, цареустремленность. 26 перечисляется в Бхагал-Гитте, Древнем Писании. Все это я называю знанием, его соглашают. Все остальное есть невежество. Если у человека нет ни одной из этих черт характера, кем бы он себя ни называл, он не получит счастье, потому что веды говорят, что знание предназначено для счастья. Если у тебя есть знание, значит, ты больше счастлив. Больше знания — больше счастлив, больше знания — больше счастлив. Нет знания — несчастье. Мы считаем, что знание — это что такое? Если ты знаешь, допустим, как управлять людьми, коллективом, ты крутой у тебя, ты начальник, но ты приходишь домой, ты сейчас шараешь на жену, изменяешь ей, грабишь людей, тянешь из них жилы. Счастья нет. Люди тебя не любят. Связь между тобой и с ними плохая. Жена тебя в сердце не любит, хотя улыбается, потому что ты богатый. Дальше она хочет тебя изменить, потому что счастья в личных отношениях тоже у ней с тобой нет, потому что она тебя не любит. И так далее. И человек такой живет внешне, вроде у него все хорошо, у него красивая одежда, он улыбается всем, но внутри у него как-то пусто. Нет жизни, нет счастья. И он думает, у всех такая жизнь. Дитя крутой, а у них еще хуже. И дитя означает невежество. Часто люди так живут, и они понимают, что жизнь такая бессмысленная, она не имеет никакого толку. И так углубляемся внутрь, изучаем, что такое наше строение психическое. Это очень важно. Веды объясняют, что вот за этим энергией, за этим слоем воды, где находится судьба, где неожиданно воздействие происходит на окружающий мир из этого слоя. На окружающий мир. Я еще не знаю, то есть до меня не дошло. Я где нахожусь? Там, где волны, да? Сверху. Там, где мысли. Я понимаю себя через мысли. Я там все понимаю. Но там ниже уже, где вот организм контролируется, я уже ничего не понимаю. А ниже вот то, что происходит, я вообще ничего не понимаю. Я не чувствую. Вот как раз неожиданно судьба наступила такая тяжелая. Я не знаю. Те люди, которые изучают, как судьба влияет, они могут видеть. Я вот изучаю, чуть-чуть вижу. Чуть-чуть вижу вот. Как у людей жизнь протекает. Я смотрю на это. Чуть вижу. У кого-то лучше жизнь становится, у кого-то хуже. У всех по-разному. Это все волны идет. Не то, что у тот, кто улучшает жизнь, значит, он хороший. Нет, у каждого будет эта волна. Я объясню потом, чуть попозже потом. Итак, смотрите. Дальше вот этот шарик идет. Ил, озеро Ума. Озеро, да, мы рассмотрели. Внизу воды. Ил. Этот ил означает глубинная память. Помните, мы говорили, шарик вот здесь находится. Глубинная память. Это ил, озеро Ума. Там находится карма васаны. Что такое васаны? Узелки. Что такое карма? Карма – это закон справедливости. Там находятся узелки справедливости, которые должны нас наказать за неправильные поступки и направить нас на правильный путь. То есть там находится вот сила, которая меняет нашу судьбу в какую-то сторону. Карма васаны, узелки, карма такие. Каждый узелок создается в результате событий. Человек думает. Три способа создавать события. Первый способ – думать. Второй – говорить. Третий – поступать. Как вы думаете, с помощью которого способа более быстрая реакция судьбы приходит? Первый, второй, третий. Поступает, да? Морду дал, сразу раз – назад прилетело. Очень быстрая реакция. Так? Ну, то есть, неожиданно раз – и думал, что не будет, а прилетело. Быстрая реакция, да? Когда человек говорит, реакция очень сильная, но приходит потом, позже, позже. Вот. Иногда люди приходят мне и говорят, Олег Геннадьевич, вы вообще вот говорите, говорите, что-то в лекции. А сам ведь ничего этого не выполняете, не делаете. Вас только в интернете всякого правды написано. И так далее. Я думаю, во, заслужил, спасибо, добрый человек. Сказал правду обо мне. Разок я сегодня услышал на лекции старшего моего наставника, давал лекцию. И он рассказывал о Моисее, что такой удивительный человек, пророк Моисей был, что он, его критиковал один человек, критиковал, критиковал, докритиковался, что перед ним разверглась пропасть, и он туда упал, на эту пропасть. И Моисей стоял на краю и плакал. Говорил, хоть один человек был, который мне указывал на мои недостатки, а теперь его нет. Кто же теперь мне будет помогать жизни? Представьте, мы обычно, если кто-то критикует, мы его готовы, скорее бы ты провалился. Вот. Если провалился, то слава Богу. Да, вот такие люди бывают, оказывается, которые, наоборот, хотят, чтобы кто-то дал знания, покритиковал немножко. Я не отношу себя к этой категории. Можете проверить, если вы будете меня критиковать, у меня задергается что-то где-то. Это значит, что я нервничаю. Вот. Это признак того, что там не все в порядке внутри, нет абсолютно чистоты. Итак, смотрите, там внутри, в глубине ума, вот в этом шарике, находятся замороженные события нашей судьбы. Эти события разворачиваются так, как дорога разворачивается. Вот шарик катится, клубок, да? Ты катись, катись, клубок, как в голубых лучах зари. Ну, ты что-то у нас в песнях есть немножко об этом. Спасибо большое. Такой добрый человек, да? Сразу вот смотрите, ползала, многие люди сказали, да, дай Бог тебе, дай Бог тебе здоровья. За судьба. То есть, когда мы так говорим человеку, у него что увеличивается? Здоровье. То есть, если мы говорим, мы говорим от сердца, от нас переходит ему здоровье. Думаю, блин, зачем сказал? Оказывается, все не так. Мы потом будем об этом говорить чуть позже, что если ты сказал, дай Бог здоровья, тебе увеличивается тоже. Хороший поступок, он лечет за собой другой результат. Но ты ничего не теряешь. Итак, интересно, что вот этот вот клубок, который разворачивается, судьба создается, катится у всех по-разному. В зависимости от количества знания, как жить, которое человек имеет, этот клубок разворачивается так, что мы не можем под дорогой судьбы идти нормально. То есть, дорога очень тяжелая. Человек живет тяжелую жизнь. По факту, он ползет по этой дороге судьбы, потому что он очень упертый. Ему судьба говорит, ну, брось пить, дурак, брось пить. Он не брошу, не факт, что это вредно, никто мне не доказал, мне это нравится. И он как бы ползет по своей дороге судьбы. Ему нравится. Он курит до последнего, пьет, изменяет жене. И можно спросить, ну, почему он так делает? Веды говорят, это хороший человек, все нормально. Просто он не знает, что это плохо. Все, просто не знает. Некоторые говорят, скотина, брось пить. Потому что им трудно жить с таким человеком. Они себя считают лучше. Но веды говорят, если ты лучше, прости. Если ты простил, ты изменил сразу. Как изменить человека, вот жене, как изменить мужа? Практический совет. Прости. Смогла простить, ты его чуть-чуть изменила. Женщина скажет, Олег, иначе невозможно простить. Правильно? Это значит, что надо найти силу от того, кто может прощать. Веды говорят, вот эта энергия, знание, она передается разными способами. Мы думаем, какой способ передачи знания? Какой способ? Только если я где-то что-то прочитаю. Это вообще полный бред. Самый простой способ перенимать знание, веды говорят, это когда ты слушаешь от того, кто знает. Человек, допустим, что-то понял, ты от него слушаешь, получаешь знание. Даже если запись? Да, даже если запись. Я каждый день слушаю запись одного святого человека, который жил когда еще давно. Но уже были возможности записывать. Он оставил этот мир в 77-м году. В 977-м. Неважно. Я не хочу вам давать все подробности. Мои веры, там все прочее. Это вызовет разное настроение. Мы собрались для того, чтобы понять кое-что. У нас нет целей куда-то кого-то тянуть сейчас. Итак, я слушаю голос. Этот звук дает мне много силы. Звук святого человека огромную силу имеет. Через звук передается знание. Вот этот ведок, этот способ получения знания называется шарда. То есть, когда ты просто слушаешь голос молитвы, там ни о чем не говорится конкретно. Смотрите, есть разные способы перенимать знание. Самый лучший способ, быстрый способ, это поведение человека. С кем поведешься? От того поведения близкого человека. Человек близко общается с кем-то, он перенимает черты характера. Сам не замечает этого. Если человек слушает речь другого человека, он принимает это тоже у себя и начинает меняться, сам не зная того. Дальше. Следующий, менее эффективный способ, это читать то, о чем он говорил. Это тоже передает знание, но уже если ты с верой читаешь. Не просто читаешь, а с верой. Понимаете? То есть, самое эффективное, это просто быть рядом. Это быстрый, эффективный способ передачи знания. Поэтому в древней культуре, если ученик хотел быстро выучиться у учителя, он служил ему. То есть, быть рядом не просто быть, а надо заботиться, что-то делать для человека с любовью. И через энергию любовь, это сила, передающая знания. Если у тебя есть любовь, ты можешь передать знание. Любви не хватает, знания не передашь. Любви к любви нет, знания не передашь. Если ты ребенка хочешь научить, надо его полюбить. А любви, любовь, это духовная сила. У нас ее нет, по факту. У нас есть только желание наслаждаться. Некоторые говорят, а у меня есть любовь к своему ребенку. Хорошо, давайте проверим. Если ребенок делает что-то не так, что вы делаете, злитесь. Почему злость возникает? Потому что он ему делает больно. Веды говорят, когда человек любит, больно ему делает или не больно, он не злится. Означает, он святой. То есть, у него духовная сила уже, не моя сила, а духовная. Это другой вопрос, очень сложный, не буду сейчас его раскрывать. Давайте двигаться дальше. Итак, смотрите, интересно знать, что вот этот шарик, который у нас находится внутри, он связан с этим миром очень плотно. Веды говорят, что все планеты этого мира, они имеют тонкое тело, так же, как мы, имеют характер. Планеты, Земля тоже имеют характер. Мы говорим, Земля – мать. Кто считает, что Земля – не мать, а просто камень? Поднимите руку. Ни один человек не поднял руку. Все считают, что она мать. Так? Почему? Как вы думаете, почему вы считаете, что она мать? Потому что мы от нее чувствуем что-то такое. Да? Мы чувствуем от нее расслабление, допустим, на землю. А я лягу-прилягу, край любимой сторонки. То есть человек лег на землю просто, и он счастлив. Ему хорошо, он успокаивается, расслабляется, ему легче жить. Так или нет? Он чувствует заботу. Если у него свой кусок земли появился, ну, Господи, как хорошо жить на своей земле. Ну, то есть, это значит, Земля приняла его, она дала ему место для жизни. Он уже у него есть своя земля. Он там живет, думает, Господи, как хорошо, мне нравится жить на своей земле. Да? То есть, забота уже, забота. Но для нас это сложно понять. Веды говорят, что это вот восприятие мира, такое личностное, это уже более высокий уровень сознания. Более высокий уровень сознания дает человеку понять, что есть сознание у Солнца. Энергия Солнца имеет сознание. Можно это проверить очень легко. Смотрите, давайте порассуждаем немножко, попытаемся понять это. Настраиваемся, да? Солнце встает. Что происходит с миром с этим? Соловьи поют, заливаются. Ну, то есть, начинают птицы петь, да? У нас радость возникает. Новый день над землей устал. Да? То есть, у нас такие позитивные эмоции по поводу восхода, да? Солнце восходит, человек поднимается с постели. Почему? Он уже встает, потому что Солнце дает бодрость человеку. Или мы сами бодрость испытываем утром. Некоторые думают, сами они испытывают. Некоторые видят, что Солнце поднимается, поэтому я встаю. Смотрите, признак боли высокого сознания. Вот смотрите, Луна восходит, мне хочется спать, меня расслабляет. И некоторые говорят, да я сам расслабляюсь, я могу и днем расслабиться. Но не факт, что ты так же выспеешься днем, как ночью. Почему же ты высыпаешься, а днем не можешь, ты вот так ворочешь, тебе тяжело спать днем. Почему? Потому что Солнце не способствует сну, оно способствует бодрости. А Луна способствует отдыху. Видите? Внимательные люди чувствуют, что Луна встает, и мы так раз, нам хорошо спим. Это энергия Луны. Теперь, Солнце встает, мы там. На солнце встречает прохлада, на свет там встречает река, да и так далее. То есть видите, позитивные нотки такие, да? Это энергия Солнца, как веды говорят. Энергия Солнца — это бодрость, это оптимизм, это радость. Ра — дасть. Ра с древних языков, со многих, не только санскрит, а переводится с Солнца. Дасть означает давить. Ра — дасть. Солнце нам дает радость. Дает от себя. Солнце дает. Что получается? Солнце дает от себя. Что получается? Радость. У меня хорошее настроение. Видите, мы много это не понимаем. Многие думают, что это так и такого нет. Теперь вы скажете, а зачем это понимать вообще? А вот сейчас объясню. Оказывается, если человек рано встает, до того восхода, до того, как Солнце встало, он чувствует себя лучше. Если человек вовремя ложится спать, он полноценно высыпается, потому что Луна, полный свет Луны, он получает. Если человек вовремя встает, у него бодрее день идет. Видите, это называется уже режим дня. То есть мы ключевой какой-то момент с вами пять секунд разобрали. Как только мы поняли, как действует тонкое тело. Что это тонкая энергия, не грубая. Вы скажете, я дома сплю, там Солнца нет. Тонкая энергия Солнца действует независимо, дома ты или в пещере. Приходит время, ты находишься в пещере, 12 часов кушать хочется. Почему? Потому что Солнце восходит, активизирует огонь пищеварения внутри. Есть тонкая энергия Солнца, психическая, невидимая. Как психическая энергия действует? Независимо от того, где бы ты ни находился, ты всегда связан с кем? С родственниками? Раз. С начальством? Два. С друзьями? Три. Ты связан с Солнцем? Четыре. Ты связан со всеми планетами Солнечной системы? Пять. Ты связан с Землей? Шесть. И так далее. Эти связи находятся на тонком плане. Много этих связей. Мы их не видим, но они есть. У родственника плохо что-то стало? Тебе раз тоже так. Ты не знаешь почему, но стало. Почему? Потому что родственнику плохо. Ты звонишь. Как дела? И он лежит там на конверте, он говорит. Он говорит, ну нормально все. И хочет волновать. Но вот человек волнуется. У меня мать иногда волнуется, независимо от того, говорю я ей или нет правду. Она говорит, ну Олег, ну скажи, все нормально у тебя у меня. Сердце что-то у меня ноет. Я тебе вспоминаю, сердце ноет. У кого вот матери, скажите, у кого вспоминаете от детей, сердце ноет, значит что-то не так. Поднимите руку. Видите? Доказательство. Связь есть, значит. Доказательство. Веды говорят, что свидетельство является также доказательством. В нашей науке тоже свидетельство является доказательством. Таким образом это научно. Изучать свидетельство. Мы сейчас на основании свидетельства вывели, что есть связь между людьми. Многие люди подняли руки. Они знают, что это точно так и есть. Итак, смотрите дальше. Все эти планеты движутся по небосводу. Солнечная система имеет определенное расположение планет, но эти все планеты находятся в виде диска. Этот диск разделили на 12 частей деревни ученых, потому что они знали, что каждый кусочек маленький вот этого пространства имеет свой характер. Древние ученые знали, что пространства, стороны света имеют свой характер. Свой характер, понимаете? И вот движение планет соприкасается с нашим вот этим шариком внутри и вытаскивает из него узелки кармы. Это соприкосновение движения планет приводит к тому, что узелок кармы выходит сначала в самую нижнюю часть воды. То есть он влияет на окружающих людей раньше, чем я об этом узнал. Чем до волн дошло. Да, потом он влияет на здоровье, и потом он влияет только на мой характер, если доходит до туда. Видите, вот это называется карма уже. Теперь сразу возникает вопрос, нахренай это надо? Чего ему надо? Чего он выходит-то оттуда? Веды объясняют, что ему надо. Они объясняют, что это возникает в результате того, для чего нужна эта жизнь. Веды объясняют, что эта жизнь предназначена не для того, чтобы здесь балдеть. Она предназначена для знания. Если ты совершил какой-то простой, плохой поступок, за это ответишь. Если совершил хороший поступок, получишь счастье. Как приходит счастье в эту жизнь? Само собой. Само собой оно приходит. Когда хочешь, нет. Когда не хочешь, раз, пришло. Неожиданно. Да? Так или нет? Иногда оно приходит в результате знания. Вот смотрите, даже простой пример. Человек выучился, у него лучше зарплата. Почему? Потому что он получил образование. Видите, даже просто материальное знание улучшает жизнь. Так легче становится жить. Просто материальное образование. А что уж говорить про образование, которое веды считают более глубоким. Более глубокое образование – это образование, изучение психических функций человека. Тонкого тела. И закон Карма относится к этим функциям. Еще более глубокое образование – духовное образование. Что такое духовное образование? Сейчас объясню очень просто. Вот смотрите. Некоторые люди думают, что для того, чтобы быть счастливым, нужно что-то делать там. Там, снаружи. Работать, учиться там. Там целый день на белом цвете, где-то, колься. Идут взрослые дети на работу, в зоосад. Едут в баню и аптеку. Едут тещи на обед. Понимаете? То есть все живут внешней жизнью вот это. Веды говорят, что если ты хочешь быть счастливым, расслабься, никуда не едь, начни людям желать счастья из своего сердца. Если ты добьешься, что ты почувствуешь вот этот контакт, что ты почувствуешь, что есть сила в этой деятельности, что ты действительно можешь дать людям радость сердцу, если ты это почувствуешь, значит, у тебя начинается с этого момента внутренняя жизнь. Веды знаете, что говорят? Что вот там внутри у нас, в самой глубине сердца, где находится радость и печаль, где находится любовь, где находятся родственные связи, чувства, там находится центр нашего глубокого понимания мира. Центр, глубокий центр, то есть глубина нашего существования находится там, внутри. И эта глубина нашего существования очень плотно связана со всеми нашими родственниками, со всеми, кто нас окружает. Если человек наполняет свою глубину существования радостью, а это возможно только в одном случае, если он живет не для себя, желает кому-то счастья не себе, а кому-то другому. Тогда в этом случае все автоматические его близкие, само собой, наполняются счастьем. Ведом это сравнивается, что точно так же, как человек поливает корень дерева, он не должен думать о родственниках, о листиках там на веточках, которые с ним связаны. Они наполняются влагой, само собой. Они сосут влагу, да? Как вы думаете, почему родственники прибегают на день рождения? Они хотят высосать счастье из этой ситуации. Высосывают счастье. Почему мама целует маленького ребеночка попу? Почему так сладко ей целовать попу, он свой маленький ребенок? Она высосывает из попы счастье. Видите, то есть люди и родственники для чего нужны? Для того, чтобы брать друг от друга счастье. Мы берем друг от друга счастье. Так? Теперь, если у родственника есть хорошее событие, все родственники звонят сразу. А, что, правда у тебя это произошло? Да, поздравляю. Классно. Классно. Почему? Они хотят счастье получить от этого тоже. Так почему вы думаете, что это счастье само собой к ним не приходит? Оно приходит само собой? Они еще догоняются с помощью разговора потом. Но счастье приходит по факту само собой. Вот, допустим, близкий человек выздоровел, жена, а, слава Богу, выздоровел. Ей стало хорошо. Почему? Потому что он выздоровел, у него теперь он здоровый. Значит, больше счастья в жизни. Чувствуете принцип или нет? Чувствуете? Вот точно так же, когда человек просто желает всем счастья. Счастьем наполняются все близкие, а людям не хватает жизни только счастья. Когда люди счастьем наполняются, они уже не выясняют отношения. Муж уже как бы не хочет разобраться, что за скотина с ним рядом живет. Он как бы успокаивается, ему легче становится уже. Все, он думает, ну завтра разберутся, сегодня не будут. Жизнь налаживается, да? Чувствуете? То есть это называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь не очень важна, она нужна человеку. Без нее жить невозможно. Потому что без внутренней жизни нет счастья. И веды говорят, это суть жизни, внутренняя жизнь. Если ты не простил человеку, нет жизни. Не попросил прощения, нет жизни. Если ты не выполнил свой долг в сердце перед человеком, не обманул его, держал слово. Если ты не благословил его, нет жизни. Если ты потерял веру в человека близкого, нет жизни. Если ты просто его ненавидишь, нет жизни. И так далее. Понимаете, жизнь кончается. Почему? Потому что там, в корне судьбы, в корне нашего существования, заканчивается в этот момент счастье. Это счастье, мы думаем, должно возникать от них. Мы говорим, слушай, когда ты меня сделаешь счастливой, сколько можно уже с тобой жить? Смотри, какая красивая. Чего тебе надо? Вот живи и радуйся жизни. Чего ты меня не делаешь счастливой? Не получается такой способ. А если ты сам делаешь счастливым близкого человека, тогда счастье приходит внутрь. Знаете, почему так получается? Потому что у нас внутри, в глубине существования, находится эгоизм или чувство собственного достоинства. Человек рождается с каким эгоизмом? Неправильно функционирующим, работающим наоборот. Веды это называют ложное эго. То есть этот эгоизм как работает? Он говорит, мне, я хочу мне, я хочу быть счастливым. Не я хочу отдавать счастье, я хочу брать. Что такое знание? Знание — это когда разворачивается эгоизм, он теперь понимает, что я хочу жить для других, хочу забыть про себя. Когда человек так начинает настраиваться, веды говорят, это и есть высший смысл жизни. Когда человек становится слугой, он получает счастье, потому что счастье, оно может течь внутрь человека, только когда человек его постоянно отдает. Когда он держит его внутрь, оно не втекает, некуда втекать. Человек, потому что ограниченный резервант счастья. Если мы запускаем реку счастья, то есть я живу для других. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другим, я желаю счастья вам. Там счастье в этом мире большом. Почему? Потому что надо отдавать. Видите? Но у нас система работает в другую сторону внутри. Веды говорят, высшее знание заключается в том, что человек перестает думать о себе и отдает любовь другим. И также веды говорят, это невозможно сделать самостоятельно. Это можно учиться только у того, кто это делает. Передается от одного человека к другому. Бескорыстие — это вещь, которую нельзя родить внутри. Допустим, ты хочешь нищему дать пять копеек. Ну, заставил себя, дал. Потом и дешево, ну, блин, зачем я дал. Видите? То есть не родилось ничего самого. То есть нужно пример. Если ты вдохновился кем-то, ты раздаешь точно так же, как он. Чувствуешь, получилось. Благодать наступила внутри. Итак, у нас есть эгоизм. Какие функции эгоизма? Эгоизм призназначен для того, чтобы нам создавать трудности в жизни. И он также охраняет нашу жизнь. Как он охраняет? С помощью боли. Так эгоизм пропитывает тело. На нас дотронулись плохо, больно. Эгоизм пропитывает тонкое тело. Нас кто-то заставляет, иди помой пол. Грубо, допустим. Пол мыть не хочется. То есть психическое тело наполняется. Тоже эгоизм наполнено. Девушку сказали грубо. Она недовольна. Это признак прияния. На тонкое тело эгоизма. Эгоизм находится в разуме. Также есть у нас еще одна часть структуры психической. Называется разум. Разум находится в разуме. Разум связан со слушанием. И так человек слушает, думает. Ну блин, ну не верю я тебе все равно. Не верю. Означает, что эгоизм не пускает. Нет основания человека. Не видит смысла. Ну зачем я буду верить чужому человеку? Это правильно. Но это результат деятельности эгоизма. Потому что чистый человек, у которого нет эгоизма, он слышит истину от любого человека. Сразу немедленно раз почувствовал. Это правда. Это неправда. Он чувствует. Разум открыт. В разуме нет эгоизма, значит. Итак, что такое эгоизм? Он пронизывает все наше существование полностью. Все полностью. Он контролирует все функции в нашем организме на самосохранение. И одновременно приносит нам страдания, потому что все это направляет нас против других. Когда человек живет для себя, он забывает про других. С одной стороны, самовыживание – это хорошо. А с другой стороны, человек должен выйти с этого уровня. Он должен отдать себя другим, жить для других. И тогда он достигает счастья уже. Мать, которая живет для детей, она не думает о себе в это время. Она в это время болеет или нет? Нет. Сама судьба заботится о ней. Когда ребенок вырастает, мать растает. Не о кем заботится, а уже что-то замкнуло. Видите, энергии счастья меньше в организме. Он становится больным. Почему мы больны? Нет, потому что мы не заняты любовью. Как быстрее всего вылечиться? Надо очень много добра, доброго делать для других людей. Тогда ты будешь здоров, счастлив сам. И у тебя будет хорошая жизнь. Удачная. Называется удача пришла в жизнь человека. Итак, смотрите, что такое разум? Веды говорят, разум – это психическая субстанция, которая побеждает вот эту штуку, шарик, из которого идет карма. Как это происходит, сейчас объясню. Вот смотрите, карма создает энергию определенную. Карма плохая приходит, приходит энергия, которая лишает человека знания. Допустим, начальник в результате моей кармы, вот с нижнего слоя, она пошла на него и бац ему по мозгам дала. Начальник думает, а что ты, козел, на меня? Я тебе сейчас уволю. Хотя он не знает всей ситуации. Почему он не знает? Почему он наслеп? Почему он перестал видеть всю ситуацию? Потому что я в прошлой жизни или когда-то в прошлом сделал плохо для другого человека и лишил его счастья. Теперь меня просто вопреки здравому смыслу тоже лишают счастья. Понимаете, как это происходит? То есть жена смотрит, мужчина часто думает, ну почему она так ко мне относится? Я заслуживаю лучшего. Почему она так ведет себя со мной? Она мне не верит, она меня ревнует на каждом шагу. Не хочет, не дает мне слова сказать. Постоянно мне затыкает рот. Что за такое, за такая жизнь? За что? За то, что ты сам затыкал рот в прошлой жизни, находясь в женском теле. Своей жене. Своему мужу. Получил этот же результат. Женщина думает, почему я получила себе пьяницу в мужья? Потому что в прошлой жизни ты пила, а ну почему в мужском теле? Мне это так объясняют, карма вот так работает. Вот скажешь, скажешь, а что в этом-то, что я виноват? Что в этом-то меня наказывают? А в том теле, в той жизни меня продолжают наказывать. Почему человек так говорит? Потому что не понимает, что он в той жизни был тем же самым. Только в другом теле. Хотите, я вам это докажу? Очень просто доказываться. Смотрите, вы когда маленьким были, это были вы или не вы? Вот кто считает, что это не вы были? Маленьким, когда поднимите руку. Нет, так считают. Кто-то считает, так нет? Видите, никто из ваших зала. Но иногда я спрашиваю, кто-то поднимает руку. Говорит, я сейчас, это вот я. А маленький я был не я. Кто-то другой был. Маленький он был, другой. А сейчас я вот такой. Я вот сейчас я. А тогда был другой. Но все вы считаете, что я был тем же самым. Да? Но тело-то было другое. Вот возьмите это тельце маленькое. Представьте себе. Совсем другой вид. Другое самое, только меньше. Да ладно, прекратить то же самое. Голова больше намного в пропорциях. Врачи же знают, да? У детей голова больше в пропорциях. Так? Ручки меньше. Тело длинное. Не все то же самое. То же самое тело я никогда не перескакиваю. Да прекратите. Каждые семь лет все те... Вот, смотрите, хорошо. Человек искренне сказал. Да то же самое, Леген. Видите, у него очень пытливый разум. Мы сейчас с ним будем спорить. Итак, смотрите, чтобы всем было интересно и весело. Мы сейчас с ним будем спорить. Он будет мне доказывать сейчас. Я и могу доказывать. Вот, смотрите, каждые семь лет ваши клетки вашего тела меняются. То есть, семь лет прошло, и вы уже другой, в другом теле находитесь. Но вы говорите, Олег Геннадьевич, я тот же самый. Понимаете? Ну, давайте. Чего вы молчите? Показать? Не, погодите. Вы достаиваете, говорите, Олег Геннадьевич, я тот же самый. Я чувствую себя тем же самым. Ну, вот я тот же самый. Я вот чувствую, что я был тем правильным. Это чувство означает тонкое тело. Я был тем же самым. Правильно, это тонкое тело. Вы меняли постепенно, клетки менялись постепенно. О, хорошо. Доказать, клетки менялись постепенно. Мы все поменялись или нет? Хорошо, давайте. Мы все поменялись. Кто мы? Каждый из нас. Кто мы? Меня забутывает уже. Есть такой прием в споре. Забутывает человек. Каждая ваша клетка тоже поменялась. Постепенно все меняется. У нас были одни клетки, стали другие. За 7 лет все поменялось. Другое тело совершенно все. Все другое. Но я чувствую себя тем же самым. Почему он доказывает? Потому что чувствую себя тем же самым. Это чувство находится в тонком теле, не в грубом. Грубо это поменялось, но в правом смысле все поменялось. Я уже не такой, как маленький, как раньше. Я большой. Зубки у меня другие, все другое. Да ладно, а улыбаюсь так же? Ну как так же? Раньше я по-другому улыбался со всеми. Радость у меня так самая. О, это уже другое. Это тонкое тело. Радость от тонка тела. Вот видите, мы поняли сейчас с вами. Радость та же самая, это факт. Радость та же самая. Любовь та же самая. Мысли те же самые. Это тонкое тело. Тонкое тело не меняется в течение жизни. Оно остается тем же самым. Грубо тело меняется. Правильно. Значит, тонкое тело у вас осталось тем же. Вы не грубое тело. Видите? Вывод какой? Я не грубое тело. Вот смотрите, все очень просто. Рубу отрезали мне, я остался тем же? Нет. Ну как нет? Я тоже человек. Я Олег Геннадьевич Тарцунов. Все, то же самое, но без руки. Ну тот же самый я, или я другой стал Олег Геннадьевич? То же самое Олег Геннадьевич без руки. Другую руку отрезали, а то оставили. Я тот же самый. Ногу отрезали одну, потом вторую отрезали. Один негр живет, половина головы у него. У него пол черепа. В аварии попал, пол черепа отрезало, жив остался. Книгу рекорда Диннесса занесли. Все, пол черепа, другой половины нет. Но если другую половину отрезало, он тот же самый, да? Сердце искусственное поставили, то же самое. Печень поставили искусственную, почки поставили искусственную, все то же самое. Я тот же самый человек. Видите, все, заменили, но я тот же самый. Видите, я вам доказал, сейчас это есть такой метод доказательства беды, называется методом аналитического исключения. Да? Мы все исключили, все части тела, но я остался тем же самым. Значит, я не тело, получается. Ну относительно. В смысле? Так. Так, интересно, у нас уже философы, уже вступили в сборку. Ну хорошо, если вы себя считаете телом, в этом случае есть такой вид приема в логике, прием применил мой один наставник. Он объяснял людям, объяснял, что человек не должен рождаться в теле животного. Цель человеческой жизни повысить свой уровень рождения. Единственный человек, а мне нравится быть собакой, как бы, я хочу в собачье тело. Он применил такой метод логики, называется шоковая такая логика. Да пошел ты нафиг, все это ерунда. Такая шоковая логика, на это применяется также шоковый ответ. То есть, веды говорят, надо такую логику включать тогда. И мой наставник, он включил такую логику и сказал, я благословляю тебя, чтобы ты родился в теле собачьи. Я вас благословляю. Пускай ваша жизнь пройдет без знаний о том том теле, о том, что такое тонкое тело. Ну если вы, конечно, настаиваете. Но если вы не настаиваете, пожалуйста, то есть давайте изучать больше. Потому что есть такой метод в ведах, называется протягше. Протягше, смотрите, когда человек принимает просто логику человека, просто принимает, знаете как, он принимает просто к сведению. Это означает, что он уже начинает постигать истину. Допустим, человек говорит, да не пил я, клянусь. Я, допустим, принимаю. Хорошо, ты не пил. И потом вдруг выясняется, точно не пил. Но если я не принимаю, вряд ли это выяснится, понимаете. То есть принятие дает возможность почувствовать истину. Я тебя люблю, допустим, человек говорит. Хорошо, да, быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. То есть человек принимает. Ну, ждет. Он принимает. Вот этот метод изучения истины принимается в ведах. Говорит, если ты не понимаешь, прими просто к сведению, что так есть, потом, может быть, ты почувствуешь эту истину. Потому что самый лучший способ понять, что есть тонкое тело, его увидеть. У меня так произошло. Один раз, интересно, я был в Иваново, читал лекции. И мы приехали в одну квартиру читать лекции. И в этой квартире обнаружилось две недели назад, бабушка оставила тело. Ее сразу родственники воспользовались этим, сдали ее в квартиру приезжим. Сами там жить боятся, не хотят. Чувствуют, бабушка еще никуда не делась. Вот, поэтому люди боятся. А эти-то люди не знают ничего. Там человек как бы ушел из тела. Ну и поселили. Я чувствую, что-то не то в квартире происходит. И разок я сплю, открываю глаза ночью. Смотрю, и женщина какая-то такая, суховатая такая, идет прям вот так на меня. Я сплю, она вот так идет на меня. И я так на нее смотрю. А я в этот момент, знаете, это жемчужинное сознание называется. Когда человек спит ночью, неожиданно просыпается, несколько секунд он видит тонкий мир. Видит все, что происходит в тонком мире. Потому что у него концепция, это невозможно, еще не возникло. То есть спонтанное знание проявляется в психике. И я увидел, тетка какая-то идет. Я так испугался, она не ужасно, так похлопала. Она побежала через стенку. Потом мне показали фотографию этой женщины, которая ушла один к одному. И мы провели специальные церемонии, ритуалы, которые позволяют человеку быстрее оставить этот мир, пойти в следующий этаж, в следующий свой рождень. Чтоб никому не мешать, ни себе, ни людям. Вот, видите, оказывается, все-таки не так просто. И я увидел тонкий мир. Вот в этот момент я увидел, что вот есть тонкое тело. Я увидел, как бабушка выглядит в тонком теле. Все. Сейчас для меня это нормально, в реальности. Я диагностирую каждый день пациентов, тонкие характеристики человека. Каждый день диагностирую. Как у него состояние здоровья. Помощью взгляда просто я могу это делать. Это означает связь, понимание тонкого мира. Изучение, понимание. Итак, один раз мы в Омске здесь проводили эксперимент. Одна женщина сидела вот здесь вот на первом или на втором ряду. На первом ряду. И мы провели такой эксперимент. Я просил ее сказать слово. И по этому звуку, имени ее родственника, я начал наконцентрироваться на этого родственника. И увидел его тонкое тело. И сказал, что он, по-моему, у него косоглазие на один глаз. Это женщина здесь сейчас или нет? Которая так сказала. Нету. Кто-то помнит этот эпизод? Помните, да? И обычно люди как говорят? Ну, Олег Геннадьевич, это по закупам. Ну, я если сказал бы, допустим, у нас желудок больной. Врачи говорят, 80% людей больно желудок. Просто вы обманываете народ. Ну, косоглазие-то не 80%. Она говорит, правда, у него косоглазие. Понимаете, все это уже не поддается вот этим вот сомнениям. Среди критические люди в этом случае уже не могут ничего сказать. Почему? Потому что это факт, который неоспорим. То есть я убедил тонкую связь вот эту вот. Итак, двигаемся дальше. Смотрите, есть вот эти вот тонкие связи, есть разум. Что такое разум? Разум — это сила, которая... Вот смотрите, карма лишает человека знания. И принадлежит знание и счастье. Вот, допустим, меня уволили с работы. Это что такое? Первое ощущение. Меня лишили счастья, потому что работа дает заработок счастья. Второе, что произошло? Я не знаю, за что. Понимаете? То есть меня... Человек, который меня уволил, он меня не воспринимает адекватно. Жена, которая ушла от мужа, не воспринимает адекватно мужа в это время. Понятно, да, ситуация? То есть карма лишает человека знания и счастья. Она говорит, мне с тобой жить невозможно. Я чувствую от тебя холод. Нет любви. Прощай со всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Вот, и ушла. Почему так действует судьба? Понятно, почему? Потому что ты бросил кого-то в прошлую жизнь. Веды говорят, поверьте, это просто на слово. Почему? Потому что так действует судьба, закон справедливости. Проверить легко. В морду даешь кому-то, у тебя назад. Это быстро можно проверить. Но есть вещи, которые не проверяются с помощью вот такой вот прямой логики. Веды говорят, для этого надо слушать того, кто знает. То чувствовать логику можно через это ощущение, чувство понять истину вот таким образом. Такой способ тоже есть. Допустим, вам человек говорит, я тебя люблю. Вы ему доверяете. Вы думаете, точно он меня любит. Потом вы начинаете это чувствовать. Так или нет? Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Не понимаете? Кто не понимает, поднимите? Все понимают. Вы не понимаете. Нет? А? Прослушала. Хорошо. Нормально. Что наоборот? Я тебя люблю, а сам не любит, да? Что чувствуешь? Отношения плохие начинаются. Отношения плохие начинаются. Но сначала чувствовала хорошо, да? Но сначала хорошо, иначе замуж зачем вышла? Ведь у нас память затуманивается о том, что было. Иначе зачем человек женится? Если было все плохо, зачем жениться тогда? Вы хотите знать, как происходит? Сейчас объясню. Спаситься кармы очень легко объясняется. Если вы хотите, но я хотел бы про разум вам рассказать побольше. Ну хорошо, вот смотрите. Карма хорошая и плохая находится вот в этом шарике внутри. Когда человек смотрит на другого человека, допустим, девушка смотрит на парню, да? Взгляды встречаются. И если у них есть гармония, сердечная гармония, что происходит? Она у него из сердца вытягивает хорошую карму. Начинает с ней контактировать с тем, что у человека есть хорошее светлое внутри. Светлая память о нем возникает, да? Светлое чувство, да? Хорошее чувство, чистое. Чистое чувство от человека возникает. И человек как? Вот сразу мужчина такой, которого вот смотрит такая девушка, и эту светлую память вызывает в нем, она выходит наружу. У него тоже в эти волны ума выходит наружу. И он такой раз, начинает благородным становиться. Очень учтивым. Ведет себя как джентльмен. Сказал, востоку приду, приходит ровно востоку. Ну, может, держит ранее ее, не есть, не спать. Готов прийти на помощь в любой момент. Говорит, что я обязательно женюсь. На сто процентов. Ведет себя вот так, что сердце просто не нарадуется. И это говорит, почему? Потому что в результате взгляда, ее взгляда на него, потому что она ждала. Она хотела такой жизни. Пришло время, она получила. Она, представляете, просто взгляда. Она вызывает прилив этой кармы хорошей. И он начинает вести себя хорошо. Но так как у человека ограниченное количество хорошей кармы внутри, приходит время, она заканчивается хорошей кармой. И он начинает вести себя уже хуже. И она говорит, слушай, ты раньше на меня смотрел по-другому. И он говорит, я точно так же смотрю, понимаешь, точно так же. Что тебе не хватает? Она чувствует, что смотрит, да, точно так же, но счастья нет внутри. Она говорит, нет, ты по-другому себя ведешь. Видите, то есть мы хотим только обалдеть жизнью. То есть по факту мы зачем вместе встречаемся? Чтобы наслаждаться человеком. И мы во что верим? В то, что это наслаждение будет вечно. Мы когда мечтаем, думаем, я хочу себе такого человека, чтобы всегда его любила, чтобы всегда он меня любил. Это невозможно. Почему? Потому что карма хорошая же кончается. Когда они вместе смотрят друг на друга и хорошая карма выходит, это называется взаимная любовь. Веды говорят по факту, что влюбленность, а не любовь. Потому что настоящая любовь – это вещь, которая не зависит от кармы. Она имеет духовную природу. То есть она проявляется в результате знания. Человек знает, как действовать, чтобы у него всегда была любовь к другим людям. Никогда не заканчивалась. Для этого нужен разум. Что разум делает человеком? Он так настраивает психику, что даже когда ты с работы тебя выгоняют, ты все равно счастлив остаешься. Потому что, первое, ты знаешь, что это произошло в результате твоих прошлых поступков. Второе, почему же ты тогда, без работы оставшись, не страдаешь? А потому что ты знаешь, что надо принять судьбу. Вот, допустим, есть это правило, допустим, в боевых искусствах. Когда тебя бьют, противник бьет, надо принять удар. Если ты удар не принял, ты не сможешь дальше сражаться. Тебе будет больно, у тебя потеряется сила. Если ты бежишь на дистанцию, допустим, да, бежишь на длинную дистанцию, тебя кто-то отгоняет, что надо сделать? Принять это. Сказать, хорошо, это хорошо, что он меня отгоняет. Потому что, если ты не скажешь, это тебя сразу начнешь задыхаться, пытаться за ним, так, и все, сходишь с дистанции. То есть человек должен принять судьбу, он скажет, да, хорошо, что он меня отгоняет. Я хочу, чтобы у него все получилось, чтобы он так достиг своей цели. Нам так настроиться. Психика говорит, скотина, ты же сам хотел достиг своей цели. Ты хотел первым, это он будет теперь первым. И ты думаешь, нет, нет, пускай он тоже старается, это его право, я тоже буду бежать быстро. И так человек борется с эгоизмом со своим. Когда он его побеждает, ему становится легче, он начинает легко бежать, может обогнать уже. Если человек признает право сражаться с собой, это благородный воин, он не теряет силу. Его ранили, он продолжает сражаться так же, как сражался. Воин, который его ранили, ему стало, аааа, начинает сразу злиться, звереть. У него теряется сила, все, значит он как раненый зверь. Он теряет силы, он проиграл уже все. Надо выматывать его, значит. Понимаете, нет, о чем я говорю? Что человек, который не может смириться с судьбой, не может победить свою судьбу, не может быть счастливым. Не может принять судьбу, не может быть счастливым. Не может желать счастья другим, не может быть счастливым. Означает отсутствие знания. Разум недостаточно сильный у человека. Видите, разум это такая структура, которая с одной стороны принимает судьбу, а с другой стороны наполняет счастьем то, что есть сейчас. Допустим, человек сейчас безработный, но он желает всем счастья. Тем, кто его лишил работы, тем, кто его выгнал там из дома. Всем желает счастья, и внутри становится хорошо. Независимо от того, работный он или безработный. Кто считает, что это невозможно, поднимите руку. Значит, вы не верите в самосовершенствование. Вы считаете, что человек не может поменяться. Так? Да, это другой вопрос. Сложно, это правильно. Это означает, что вы поняли, что это сложно. Но они невозможны. Так? Теоретически это означает, что вы верите уже в это. Почему сложно? Потому что вы не знаете, как это делать. Вот я знаю. Я знаю, что счастье приходит от того, что ты веришь в святость. Что такое святость? Веда объясняет теперь путь. Веда объясняет путь человека. В чем путь заключается? Путь заключается в том, что мы должны повернуться лицом к истине. Посмотрите, что такое истина. Истина — это то, что этот мир создан нами. И не случайно. Истина, что есть высшие силы, которые управляют этим миром. Истина также заключается в том, что этот мир справедлив. Вот я сейчас вам говорю, думаю об этом. Я чувствую это и думаю сейчас об этом. Смотрите, сейчас мы с вами эксперимент проводим. Дальше. Истина заключается в том, что есть высшая личность. Вот я маленькая частичка солнца, веда говорят, искорка. А есть солнце, целое солнце. Понимаете? То есть душа сравнивается с искоркой, Бог сравнивается с солнцем. Почему я так осторожно называю слово Бог? Потому что у нас в сердце есть протест. Мы родились с этим протестом сюда. Мы не хотим видеть Бога. Поэтому мы не видим этих закономерностей в этом мире. Мы считаем, что все случайно. Почему? Потому что мы не хотим видеть истину. Понимаете? У нас есть протест внутри. Поэтому когда я говорю слово Бог, многие люди сразу... сразу начинают возмущаться в сердце. Куда у нас тащит гад такой? Понимаете? Смотрите. То есть если вы принимаете от меня, вы маленькая искорка. Есть высшая истина. Она наполнена любовью. Те люди, которые идут к этой истине высшей, вы о них думаете, в них верите, в святых людей. В результате вы наполняетесь этой силой любви. Вот я сейчас вам говорю, думаю о таком человеке сейчас. У меня к вам вопрос. Вот вы до этого, две минуты назад говорили, что невозможно быть счастливым, потому что внутри у вас я видел такой густой комок страдания. Вы замучились просто от жизни. Видите, сейчас вы легко вздохнули. Знаете почему? Потому что у вас этот комок растворился. Вы чувствуете, там легче стало внутри или нет? У меня к вам вопрос. А? Немножко да. Видите, это зачем говорит о том, что я, просто думая о святом человеке, смотря на вас, передал в какой-то степени вам это. Почему в какой-то степени? Потому что передача возможна в той степени, в какой человек верит. Вот что такое вера? Вера — это способность принять. Поэтому виды говорят, что можно научить человека только того, кто доверяет. Что такое доверение? Доверие — это признак разума. Некоторые люди считают себя очень умными. Они никого не хотят слушать. Это значит, что у них слабый разум. Сильный разум, он дает возможность человеку слушать истину. Вот, допустим, где доказательство, что так, как я сказал, нет доказательств. Материально с точки зрения нет. Но если вы просто с верой слушаете, вы почувствуете доказательство вот здесь, в своем сердце. Вам станет легче. Почувствуете счастье внутри себя. Это означает тоже доказательство. Оно имеет другую природу. Итак, смотрите, то есть веды объясняют, что разум — это такая структура, которая может победить страдания, но с помощью определенной силы. Эта сила принадлежит тем людям, которые победили страдания. Таков будет. Как иметь отношение с этими людьми? С помощью концентрации внимания на них, с помощью служения. Если человек служит такому чистому, возвышенному человеку в своем сердце, мысленно кланяется ему, выполняет его наставления, слушает его наставления, слушает его голос, старается вместе с ним повторять какую-то молитву, в соответствии со своей верой, какая у вас есть, ничего не меняет. Святой человек тоже по вашей вере, ничего не меняет. Понимаете, у человека заложено уже природе. По природе какая вера у него тут должна быть в жизни, уже заложена. Он это чувствует в своем сердце. Ничего не надо менять. Итак, таким образом человек способен внутренне очень сильно сопротивляться судьбе. Почему? Потому что в это время... А что такое судьба? Некоторые говорят, что это безысходная вещь. Ничего подобного. Хотите, несколько примеров из своей жизни вам приведу? И вы поймете, что не безысходная вещь. Я уже приводил их много раз, многие уже знают эти примеры, но они очень яркие. Один пример. Одна моя родственница, она больна психически. И один раз, рано утром, я звоню дочери, ее дочери, звоню и спрашиваю, как у вас дела? Она говорит, у нас все хорошо, но мы еще спим. Я говорю, ну ты посмотри, мама, где находится. Мама, где у тебя сейчас? Посмотри. Я не знаю, почему я позвонил, честное слово. Я просто как-то что-то почувствовал не то. И она говорит, мама, в своей комнате. Я говорю, ну сходи, посмотри. Она пошла, говорит, комната закрыта. Я говорю, у нас что, на замок что-то закрывается дверь? Она говорит, нет. Я не знаю, как она закрыта, у нас не закрываются двери. Я говорю, толкает. Она толкает дверь, толкает, и все это по телефону, она со мной связана. Она открывает дверь и видит, что мама стоит на карнизе с той стороны. Знаешь, что такое на карнизе с той стороны? Седьмой этаж. Это карниз, это вот такая железная стучка, которая вниз вот так идет. Понимаете? Там стоять невозможно долго. Можно подскользнуться и просто улететь, и все. Она стоит на карнизе с той стороны. Я говорю, теперь слушай меня внимательно. Не подходи туда дальше, не иди. Она тебя видит? Она говорит, нет, не видит. Не иди дальше, говорю. Она плачет, девочка, понятно, мама сейчас разобьется. Вот я говорю, пожалуйста, стой, никуда не двигайся. Вот, клади трубку. Сейчас я тебе позвоню снова, и будет все хорошо. Девочка кладет трубку, я сажусь, начинаю настраиваться на святого человека, начинаю молиться. Молитву я начинаю постепенно. Человек, когда молится, думает о ком-то, постепенно его начинает видеть. Я увидел ее тонкое тело, что за голову ее тянет дух. Дух — это тонкая форма жизни, такая есть такая форма жизни. Злой дух тянет ее за волосы, вниз, за голову, вот так вот. А она, ну, из последних сил, потому что дух вошел в ее психику, она ничего не понимает в это время, но жить хочет. И она держится за жизнь из последних сил. Я начал с помощью вот силы этого святого человека постепенно вытаскивать эту энергию духа из ее сознания и увеличивать ее способность держаться и контролировать ситуацию. Постепенно, в течение 20 минут мы двигались вперед. То есть я молился, и дух ослабевал, у меня силы увеличивалось количество. И в какой-то момент, через 20 минут, дух потерял силу совсем. Еще несколько минут, и я чувствую, все, ситуация плохая закончилась. Все, она как-то резко закончилась. Я даже не почувствовал, что она на ту сторону уже перешла. У меня даже возникли сомнения, может быть, она уже упала. Но я смотрю, она нормальная, живая, все хорошо. Я забираю телефон, звоню, говорю, как дела? Девочка отвечает, вы знаете, произошло чудо. Маму приехала бригада, соседи позвонили. Приехала бригада, поднялась лесенка вот так вот. Пожарник тихонько подкрался к ней, как раз ее взял и к себе вниз опустил. Они опустились вниз. Он ее держал, потому что он боялся, что она сама может быть, но не держал. Так она осталась жива, сейчас она здорова, мы ее уже вылечили с помощью тонкой медицины. Она уже не болеет психически. Итак, у меня к вам вопрос. Кто не поверил в эту историю? Кто вот считает, что я отманул, просто наврал сейчас вам? Нормально. Видите, никто не считает. Как вы думаете, почему? Потому что это правда. Я говорил от сердца. Следующая история произошла со мной, когда я только познакомился с древним знанием, только начал молиться. Но уже тогда я чувствовал в этом смысл. Верил в это. Как-то я сразу начал верить в молитву. И ситуация была такая. Мои родители поехали на Урал. То есть я в Серове родился, в Свердловской области, на Урале. Они поехали к родственникам на своей машине на Урал. И неожиданно в какой-то момент я почувствовал, что они сейчас должны погибнуть все втроем. Отец, мать, сестра. Все втроем должны погибнуть сейчас. Такое чувство в сердце пришло ко мне. В этот же момент я бросил все полностью, все занятия. Сосредоточился и начал молиться. Думать о святом человеке молиться начал в сердце. Это продолжалось очень недолго. Несколько минут. Потом раз, я почувствовал, что все нормально. И пошел дальше. Слушайте, что произошло. Они приехали, говорят, Олег, представляешь, что было. Мы ехали на машине. На нас выезжает навстречу КамАЗ. Мы заворачиваем Кувет. КамАЗ тоже заворачивает Кувет. Мы еще дальше Кувет, и он туда дальше. Мы чуть-чуть разъехались, и во враг. Во враге машина... Мы полетели во враг. Во враге машина встала на четыре колеса, и там был выезд. Ничего не повреждено. Мы просто выехали и поехали дальше. Кто не верит, поднимите руку. Видите, тоже похоже на правду, да? Теперь у меня к вам вопрос. А вы можете так жить или нет? Кто считает, что он так не может жить? Вот как так вот? Взять и помочь родственнику избавиться от страданий. Кто считает, что он так не может? Никто не считает. Теперь, кто так не умеет? Не умеет все, да? Или почти все. А кто так умеет? Поднимите его. Кто так умеет? Вот, пожалуйста. Видите, есть кто, кто умеет. Это означает, что... Это все то, что я сказал, не выдумка. Так можно жить. Но что значит победа над судьбой? Как вы думаете? Веды говорят, есть четыре типа кармы. Первый тип кармы — непреодолимая карма. Невозможно ничего сделать. Предназначена для того, чтобы человек сдал экзамен прямо сейчас. Потому что жизнь предназначена для сдачи экзамена. Мы должны понять, что эта жизнь предназначена не для моего счастья. Я должен научиться служить другим и служить Богу. Когда человек становится слугой в своей жизни, он сдает экзамен. И это значит, что следующая жизнь у него озарится необыкновенным счастьем. Веды описывают, какие бывают виды жизни, приносящие огромное счастье человеку. Я не буду сейчас вам об этом говорить, потому что вам это вообще сказкой покажется. Но так или иначе, идея в чем заключается? В том, что в сердце все равно есть чувство. Надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это что за чувство? Означает, что дальше все будет хорошо. Понимаете, я выйдя, когда поехал изучать веды, я работал в госписе. Госпись — это такое место, где люди оставляют тело. И туда приезжали люди оставлять необычное тело. Это был госпис для возвышенных людей, тех, кто занимаются духовной практикой. И они приезжали туда уже, чтобы просто... Это было святое место, считается, что было приятно оставлять тело в святом месте. Потому что там все пропитано святостью, вот этой чистотой. Человек, который оставляет там тело, он тоже почувствует эту святость в тонком теле. С ней соприкасаясь, он наполняется этой чистой силой. И у него следующая жизнь становится такой чистой, возвышенной тоже. И эти люди, представляете, они оставляли тело с улыбкой на лице. Можете себе представить? Причем интересно, как они себя вели перед смертью. Несколько эпизодов вам рассказывают. Хотите, послушайте? Один человек с женой вставлял тело рядом с женой. У нее был рак печени. И жена рядом, находясь, она ухаживала за ним. И в какой-то момент он посмотрел на нее и сказал, кто-то звонит. Дай мне трубку. Она говорит, никто не звонит. Психиатр расскажет, в алюцинацию предсмертную. Ну хорошо, слушайте дальше. Он говорит, пожалуйста, дай мне трубку. Она дала ему трубку. Он говорит, да, я вас слушаю. Хорошо, я все так сделаю. Положил трубку. Она спросила, что звонил? Она говорит, ты не поверишь. Просто не поверишь. Это мой духовный учитель дал мне наставление таким образом. Ну, ясно в сознании человек. Понимаете? Ну, как духовному учителю? Надо использовать какие-то предметы. Но по факту, через трубку в его сердце зазвучал голос. Он сказал, готовься, скоро ты придешь ко мне. То есть, во что человек верит, туда и приходит в следующую жизнь. Готовься, очень скоро ты придешь ко мне. И он начал готовиться к оставлению тела. Потому что его духовный учитель уже ушел из этого мира. Дальше что произошло? На следующий день он говорит жене, слушай, посмотри вокруг, благодать-то какая. Открой окно, смотри, что происходит там. Он начал переходить уже в другой мир. И она такая открывает окно, говорит, да ничего не происходит. Все как было, так и есть. Смотрит, а он вот так с улыбкой на лице, вот так вот. Лицо озарено счастьем, оставил тело. Чувствуете правду, нет? Следующий случай. Это уже случай чуть позже произошел. Я уже начал лечить король тогда. И Бог мне дал знания, как это работает. Я тогда еще вообще не знал, как это работает. И сейчас только догадываюсь. Но, ну, более-менее уже понятно стало. Но тогда, просто по наики, я нашел кору, которая помогает этому человеку. У этого человека был рак лимфатической системы. У него по всему телу были метастазы. В голове было два метастаза. Дочка его упала на колени, говорит, что-то сделай. Мой отец доставляет тело. Он лежал вот так, ничего не соображал. И я нашел кору, пошел в лес. Это в Индии было там. Нашел кору, начал привязывать ее. А кора, она обладает силой. Она выталкивает из тонкого тела, из психических каналов, выталкивает блоки. А эти блоки, они создают препятствия здоровью, понимаете? В соответствии с этими блоками развиваются хронические заболевания. И эта кора начала действовать. Так и у него один за другим в течение недели рассосались два метастаза в голове. И он начал соображать. Он начал все понимать, смотреть на меня. Потом у него несколько метастазов, все один за другим, больше, больше, больше рассасывались. И мы уже думали, что он выстрелил, он начал ходить и все прочее. В какой-то момент он вдруг сообщил, у меня нет сил лечиться. Я одеваю кору, мне становится плохо. Я понял, что его силы полностью истощены. Его резерв здоровья полностью уничтожен. Он не смог ни есть, ни спать в это время. То есть, ну все, у него кончилась энергия. То есть, кора приносила ему боль. Просто ставишь на тело, ему плохо, он говорит, оставьте. И потом, в этот день вечером, он помолился, подвел меня и сказал, «Слушай, я понял волю Бога. Я понял, что я должен оставить этот мир». А я спрашиваю, а в чем же тогда смысл? Почему я? Он наставник, этот человек наставник, он старший для меня. Я спрашиваю, почему тогда Бог дал мне это знание? Почему я эту кору нашел? И он подглубнулся и сказал, я молился всю жизнь Богу, чтобы я оставлял этот мир полным сознанием, чтобы я помнил о Боге, думал о Нем, и в момент смерти, чтобы я был полностью осознанным. И Бог выполнил мое желание. Ты меня лечил для того, чтобы я пришел в себя просто. И все. Он обглубнулся, говорит, мне так сейчас, не нужно лечение уже строго. Вот он мне сказал, потому что у меня было желание продолжать его лечить. Представляет человек отказаться от лечения? И у него рак еще в теле остался. Это самоубийство. И он отказался от лечения. И он в течение трех дней постоянно был в молитве. Потом ночью звонок. Он собирает всех учеников, знакомых вокруг себя. «Пожалуйста, молитесь за меня сейчас. Самый главный момент в моей жизни». Все начали молиться. И через некоторое время, там в течение 40-50 минут, он оставил этот мир с улыбкой на лице, в ясном сознании. Видите, та же самая ситуация. То же самое все. И когда так люди уходят из жизни, у всех на душе становится очень светло. И такой человек чувствует, что этот человек теперь ангел-хранитель для меня. Связь с ним остается вечной памятью, светлой памятью о нем. Не памятью тяжелой. Веды говорят, есть три категории ухода из этого мира. Первая категория. Память о человеке вызывает камень на сердце. Значит, он пошел на низшие планеты. Веды говорят, есть в этом мире низшие планеты, где страдают высшие, где человек счастлив, потому что он издал их взаимы на жизнь. И средние, где он рождается в той же обстановке, как и мы. Если у родственников на сердце камень, тяжело об этом думать, что человек ушел, и жизнь у них становится хуже после ухода, значит, он пошел вниз. Связь же остается, и это как проклятие на весь, одна всеми на семью. Дальше. Если человек уходит, и у нас жуткое чувство, что он рядом, как бы, ну, вот такое ощущение, что я должна быть с ним вместе, ощущение разлуки сильное, значит, он рождается где-то здесь, на средних планетах. Если чувство счастья по отношению к нему, значит, он вверх уходит. Там, где атмосфера счастья целит. Веды говорят, что во Вселенной, Вселенная имеет форму шара. Как они, интересно, это доказывают. Они говорят, посмотрите в небо, там темно. Темно означает замкнутое пространство, потому что Веды объясняют, в духовном небе все светло, там нет замкнутого пространства. Видите? Темить вокруг, да? Означает форму шара Вселенная имеет. Интересно, знаете, как ученые, я один из методов расчетов сейчас вам расскажу. Хотите? Размеры Вселенной как рассчитывались? Очень просто, один из методов. Древние ученые рассчитали. Они знали диаметр Земли и знали диаметр вращения Солнца, ой, вращения Луны. Они также знали время вращения Солнца. С помощью времени вращения Солнца, то есть, смотрите, мы не знаем, что Солнце вращается, мы считаем, что Земля вращается вокруг Солнца. Ученые древние знали, что Солнце идет по кругу во Вселенной, огибает определенный сегмент. Есть центральная часть Вселенной, а Солнце вместе с Землей и Солнечной системой вращается. И цикл этого вращения год. В результате они, рассчитав время движения Солнца, время движения Солнца и скорость движения Солнца. Дальше они, и зная, сколько Луна вот так движется, они с помощью вот этих вот известных рассчитали диаметр вращения Солнца. Вот этот сегмент они уже знали. Сколько там внутри размеры. И так далее. Есть еще несколько таких способов, как они узнали, сколько всего эти расчеты есть. Сколько всего размер нашей Вселенной. Веда объясняет, что на верхних планетах Вселенной находится чистая жизнь. Грехи все тянут вниз. Даже в человеческом теле. И смотрите, есть в Ведах такой закон, называется Пинда, Брахманда, Ньяя. Пинда означает каждая точка Вселенной, просто точка переводится. Брахманда переводится Вселенная. Ньяя означает закономерность или связь. Веды объясняют, что наш организм повторяет по своему строению Вселенную. То есть во Вселенной есть семь основных центров энергетических. Веды говорят, что во Вселенной существует семь планет, семь галактик, вернее, которые находятся на высшей и средней планете. Есть еще семь низших галактик, но они не связаны уже с нашими чакрами жизненными. Потому что низшие планеты не дают человеку жизнь. Они жизнь забирают. Жизненная сила идет или с средних планет, или с верхних. Понимаете, у нас есть семь психических центров. Самый верхний психический центр связан с высшими планетами. Дальше, ниже, ниже. И душа, в зависимости от того, через какую чакру выходит, оно в то пространство и попадает энергетически. У него формируется тонкое тело в соответствии с этим пространством. Душа еще здесь находится, рядом с телом. Но формируется уже другое тело в соответствии с той жизнью, в том пространстве энергетическом, в котором надо жить. И она может сияющий облик иметь или очень грязный. Понятно, да, идея? То есть есть низшие центры у нас по факту, они, веды говорят, грязные. Допустим, смотрите, веды говорят, когда человек покакал, надо хотя бы волосы сполоснуть, руки сполоснуть. Потому что ты, как бы, сознание твое погрузилось в нижние центры, в результате оно спирнилось. Понятно? Вода очищает тонкое тело. Как они, для чего они так рассуждали? После полового акта надо принять душ, потому что был контакт через нижние центры. Веды говорят, когда контакт идет через нижние центры у людей, контакт, связь через нижние центры, они обмениваются какой кармой? Тяжелой. Пойдем, говорят, муж и жена, одна сатана. Потому что они обмениваются по тяжелой кармой друг с другом. Теперь сразу ответ, а почему нельзя сексом заниматься совсем подряд? Как этот пошлый анекдот, поручик Рыжевского спросили, в молодости вы были членом суда? Он говорит, да, был членом туда, членом суда. Понимаете? Ну, то есть он не разбирался, с кем сексом заниматься. Это приводит к тому, что он нахватался тяжелой кармой от всех подряд. И все весело, нет? Не очень становится. Когда человек получает знания от кого-то, но находится в высших центрах, то он получает хорошую карму от этого человека. Вверху Вселенной находится чистая атмосфера, там живут святые люди. Внизу Вселенной живут грешники, там находятся низшие энергии. Чем ниже энергии, тем больше там эгоизма. В нижних центрах у нас больше эгоизма. Поэтому, когда мы связаны нижними центрами, контролируется ситуация с трудом. Смотрите, допустим, тебе чужой человек какой-то сказал просто, ты дурак, допустим, тебе сказал. Ну, хорошо. Нет никакой реакции, да? Теперь представьте, ваш муж вам сказал. Ты дура. Сразу такой заквадратный, такой стелку, который разрывает. Я не могу с тобой жить. Видите, как сильная реакция? Почему такая сильная реакция? Потому что связь по нижним центрам. То есть, смотрите, близкие люди больше видят плохого друг к другу, чем хорошего. Из-за этого страдания. Почему больше плохого? Потому что они больше интересуются сексом друг с другом. Они не интересуются, как друг с другом заниматься духовной практикой, как общаться, как работать над собой, как прощать. Их интерес друг к другу только какой? Половой. Раз. Дальше. Ну, это хорошо национально. Это уже очень круто. Интерес. Половой. Дальше. Пожрать. Или, допустим, получить деньги. Это следующий центр. Первый, самый нижний психический центр. Называется Муладхара чакра. Отвечает за половые отношения. Самый жесткий, жестокий, грубый эгоизм. Человек. Если люди сосредоточены только на сексе друг с другом, в результате у них отношения, собственно, грубые, жесткие, непереносимые. Скандалы жесткие, жестокие. Они начинают наглеть друг с другом, без штанов ходить друг перед другом. И говорят, секс это еще не поло для знакомства. Такой анекдот есть для молодежи современной. Которые не разбираются, как жить правильно. У них нет чувства вот этого внутреннего, что правильно, что нет. Итак, смотрите. Следующий центр психический, Муладхара чакра первый, связан с грубим таким, жестоким эгоизмом. Чем больше изгоизма, тем тяжелее карма. Там скапливается тяжелая карма в этом месте. У человека есть хорошая карма, но дает ему счастье. Если тяжелая, дает спрятание. Следующий центр связан, называется, свадхистана чакра. Этот центр отвечает за самосохранение человека. Самосохранение означает дом, еда, работа. Вот смотри, человек один жил, ну что, ну работа есть, ну немножко есть. Дом есть, ну немножко есть. Женился. У нее то же самое, и у него то же самое. Женились. Смотрите, как ситуация меняется. У них начался вот этот эгоизм крутиться, вот эта энергия нишняя начала закручиваться. Они просто физически не могут без жилья жить своего уже. Все. Говорит, нужна квартира. Нужна зарплата нормальная. Мы не можем уже так жить, как раньше. Надо срочно зарплату, квартиру, срочно, прямо сейчас. Видите, это страдание вызывает, если нет этого всего. А раньше нормально, живу без проблем. Ну как-то хотелось тоже, но не так сильно. Чувствуете, нет, что так? Женились сразу тянет, сразу надо больше зарплаты, больше квартиры. Это все. Мы не можем так жить, как раньше уже. Почему закручивается эта энергия в нижних центрах, начинает влиять на жизнь. Сильнее, сильнее. Дальше. Мужчина, допустим, он когда жил один, следующий центр, связан с чувством собственного достоинства, гордостью собой. Вот это солнечное сплетение. Центр. Вот. Я уже скажу, как он мутный. Манипура чакр. Солнечное сплетение. Мужчина отженился, какой он стал степенный, да? Это он канурик ходил, такой не одевался, нормально. Женился, такой раз. Ходит уже такой солидняк, уже чувствуется уже такой. И женщина думает, ага, он уже похоже женился. Чувствует, что человек такой уже. Женщина тоже такая, она до этого такая была стеснительная, сейчас она такая уже посмелее стала. Все. Замуж вышел. У нее тоже больше уже чувство собственного достоинства. Такое, да? Чувствуете? А дальше следующий центр сердечный. Дружба. Человек женился, друзья не интересуют. Все, он погрузился в отношения. Друзья ему говорят, я завтра приду, до свидания, все. Или наставник, допустим, уже меньше интересует. Видите, семейные отношения тянут людей вниз. Вниз, да? Почему? Потому что там очень много наслаждения в них. Поэтому беды говорят, для чего нужна семья? Для того, чтобы научиться. Жизнь заставит тебя жить правильно. Или тебе придется мучиться. Одно из двух. Видите, человек женился, и все. Он не может уже, понимаете, с близкими людьми не поспоришь. Я, допустим, могу здесь делать такой возвышенный вид. Жена домой приезжает, там, говорит, жена, говорит, ну, раздевайся, все, давай, давай, садись кушать, все. Смотрит на меня. Все, ты уже не на лекции. Она уже знает, кто я такой, и все, давай, садись кушай. Ты не на лекции уже, ты успокойся, расслабься, все. Ну, имеется в виду уже близкие отношения. Люди знают друг друга, да, уже не такие вот отношения, там, вот такие, а уже как ближние отношения, более близкие такие, да. Так? Менее возвышенные. Близкие означают менее возвышенные в данном случае. Но бывают близкие очень возвышенные, когда люди стали возвышенными сами по себе. Семейные отношения проверяют человека. Все самое плохое вскроется в семейных отношениях. Самое хорошее скроется. Самое хорошее будет спать, самое плохое вскроется. И если ты не имеешь плохого, близкий человек тебя будет любить. Или имеешь мало. Поэтому семейные отношения заставляют человека отрабатывать свою карму. Веды говорят, есть два витка кармы. Первый виток – женитьба. Второе – рождение детей. Люди хотят жениться быстрее. Запускается и более тяжелая карма. Когда рождаются дети – еще более тяжелая карма. А мы все к этому стремимся, да? Видите, много таких интересных противоречий в нашей жизни, которые мы не понимаем, почему возникают. Мы думаем, что нам не повезло, вот надо было за другого выйти замуж. Мне не повезло с этим человеком. Нет, все повезло, все нормально. Когда человек женится, у него начинает отрабатываться карма сразу. Сначала медовый месяц, все хорошо, наслаждаемся, карма хорошая закончилась, понеслась. Испытания начались. Для чего? Чтобы человек возвысился в жизни, стал жить по-другому. 20 минут осталось. Ну, видите, как бы, к сожалению... Если хотите, завтра со скольки зал снимается? А? Прямо с шести зал снимается, ровно? Можно поотвечать на вопросы, допустим, если снять пораньше чуть-чуть. Можно просто люди придут на ответ. Каким образом проявляется связь с умершими родственниками? Как мы можем поменять их судьбу в следующих жизнях? Мы опять встретимся или нет? Встреча — это награда. Если люди очень свято, возвышенно жили, они встретятся в следующей жизни обязательно. Но чтобы встретиться, надо любить, по-настоящему любить. Понимаете? Любить по-настоящему означает очень чисто, светло. Вот давайте вот сейчас определим, вы встретитесь или нет в следующей жизни. Вы светлые и чистые отношения имеете друг с другом. Вы не оскорбляли друг друга. Вопросы без заданий. Допустим, оскорбляли, значит, связи нет настоящей. Просто зависимость есть. Дальше. Вы... У вас светлая память о человеке или нет? Вы чувствуете? Ну, все помню. То помню, это помню. Значит, нет чистой любви, нет связи между вами настоящей. Есть просто карма. Понимаете? Два варианта у людей между ними. Или любовь, или карма. Потому что, когда между ними любовь есть, настоящая, светлая, чистая, бескорыстная, карма на этом заканчивается. Нет кармы. Это значит, они победили судьбу. Между ними есть светлая, чистая судьба. И она в следующей жизни проявляется. Это благословение. Понятно? Люди, которые не имеют светлой связи друг с другом, они не встречаются. Зачем их встречаться? Чтобы еще хуже жизни стало. Они же будут больше отрываться. А? Что? Вы еще помучите. Ну, хорошо. Хотите помучить, возможно, получится. Если вы так сильно хотите помучить, может быть, Бог удовлетворит ваше желание. Итак, смотрите. Идея в чем заключается? Как помочь родственнику? Связь остается. В этой жизни связь остается. И в следующей тоже остается, но мы ее уже не чувствуем, не понимаем. Как помочь родственнику? Тяжесть чувствуйте в сердце. Начните молиться. Вспомните святого человека. Начните им говорить такие слова мысленно. Молиться и думать. Я хочу жить для тебя. Я хочу выполнять твои наставления. Я хочу получить знания, как жить правильно. Я хочу дарить людям счастье. И когда вы молились, вы не думаете о своем родственнике. Потом, когда молитва закончена, вы говорите в сердце, все, что я сделала для него, не для меня, для него. Что дальше происходит? Через некоторое время, если вы молитесь интенсивно, допустим, по часу-два в день, если у вас концентрация сильная на святого человека, то вы чувствуете в сердце камень по отношению к родственнику. Память меняется. Память означает связь. Вы чувствуете, легче стало, думать, легче, еще легче, еще легче. Раз, чистая память. И обычно в этот момент, когда такой переход происходит, родственник появляется во сне, потому что в тонком теле только во сне с нами можно контактировать. Так невозможно. То, когда мы спим, просыпаемся, в это время он может появиться и сказать спасибо тебе за твою молитву. Ручкой помогать ей уйти. Если вы думаете, что я сочиняю, давайте зададим вопрос. Мы много раз на лекции об этом говорили, как молиться. Поднимите руку, кто молился. Ну вот, девушка, у вас что получилось, давайте, рассказывайте. Да? Да? Отецу стоил много лет, была тяжесть. Я видел пьяным себя. Да? Один раз. Святому человеку. Немного. Пришел ко мне трезвый во сне после этого. И благодарный. А потом? Все. Несерьезно. Вы получили подарок. Это называется try and buy. Ну то есть вы получили бонус такой. Помолились один раз, он пришел трезвый и сказал спасибо. Означает знак от Бога. Продолжай. Продолжай в том же духе. Продолжал. Больше не показывал. Но картинка больше не возникала. Ничего страшного. Сердце лучше стало по отношению к нему. Да. Все значит, что он уже не там. Он уже там. Мы можем освободить от страданий близкого человека. Представьте, сколько он всю жизнь грешил. И сила молитвы такова, что человек болится о живом. Не сильно все быстро меняется в жизни. Молится о том, кто ушел. Очень быстро. Почему? Потому что быстро все произошло. Да. Несколько месяцев и все. Следующий. Кто руку поднимал? Поднимите руку. Вот у вас. Да. У вас. Ну. Да. Я еще молюсь. Да я не вам. Вот девушка светлая. В глазами. Да. Женщина. Папа пил при жизни. Да. Мне тяжело было. Он умер. То есть оставил тело. Жив. Оставил тело. Да. Есть что произошло? Переживало. Что ему плохо. Вы чувствовали это, да? Переживали означает чувствовали. Да. И что дальше произошло? В церкви дали. Что читать? И? И вы что делали? И результат какой? Через 40 дней. Пришел во сне. Какой? Довольно счастливый. Спасибо сказал. Сердце легко стало. Поднимите руку. У кого произошло примерно то же самое. Смотрите сколько людей подняли руки. Видите? А у кого? А если молишься, они же молятся. Как зовут человек? Наталья. Вы молитесь, думайте о ней. Она, да, о ком думать? Святого человека. Видите, вы неправильно делаете. А если в жизни не встретился святой человек, то будет? Как не встретился? Сергий Дамичский святой? Не верит. Почему не верит? Ну почему она подвинена? А кто вам сказал, что она подвинена? Бог есть у всех один. Погодите, стоп, стоп. Кто сказал, что подвинен? Много фактов. Ох, какая хорошая. Я вам кое-что сейчас скажу. Вот смотрите. Если мы копаемся в испражнениях, мы находим испражнения. Если мы копаемся в чистоте, находим чистоту. Понимаете, есть много фактов, что это было все правдой. Потому что летописи писали древние монахи. Монахи не могли врать. Они писали истину. Понимаете? Ну ладно, сейчас вы будете это все доказывать. Как бы все хорошо. То есть, хорошо. Ничему нельзя верить, вы считаете. А я считаю, что сердце определит, можно верить или нет. Сердце определит. Хотите, я вам докажу? Сейчас, что может сердце определить. Очень просто. Приезжайте в Казань. Там есть такой храм. Храм Казанской Божьей Матери. Заходите в этот храм. В этом храме есть маленькая иконка. Вот такая вот. Ну такая маленькая все. Иконочка. Вот такой вот у нее корпус. И на нем висит вот такая вот куча золотых и серебряных цепочек. Я спросил у священника сразу, как это увидел. Я говорю, а что это такое? Почему висят цепочки? Он сказал мне, что если происходит чудесное исцеление. Я говорю, что значит чудесное исцеление? Он говорит, ну сейчас объясню. Смотри, человек хромал, перестал хромать. Был эпилептиком, перестал быть эпилептиком. Умирал, выжил. Если происходит чудесное исцеление, человек сдал благодарности, когда он молился иконе Божьей Матери, вешает на нее золотую цепочку или серебряную. И таких цепочек, он говорит, не столько, сколько здесь висит. Мы снимаем каждые несколько месяцев. Теперь, еще одно доказательство, что есть святые. В Москве постоянно стоит непрекращающая очередь к Святой Матроне. Непрекращающая очередь. И днем, и ночью. Я решил это изучить. То есть я ни какашки не собираю в истории. Я решил изучить правду. Подошел, начал подходить к людям. Говорит, зачем вы стоите? Что вы фанатики? Он говорит, я стою, потому что я знаю. Моего знакомого, вот он молился Матроне. Прискоснулся к ее могилке, и в нем произошло такое в жизни. Ко второму подхожу такое. Ко второму третьему подхожу такое. И так далее. И так много людей подряд. Я подошел, поговорю, думаю, надо проверить. Беру изображение Святой Матроны. Спрашиваю, у меня тяжелая ситуация была в жизни. Реально я не мог найти ответа. Когда про себя ничего не знаешь. Спрашиваю, сразу ответ. Всегда правда очень больной эффект имеет. Раз я услышал правду, мне больно стало. Как услышал? Почувствовал. Это ответ такой, в сердце пришел ответ. Прямо немедленно, сразу же посмотрел, спросил сразу, раз, ответ. Без всякого ожидания. Я подумал, а может быть не так? Может быть вот так надо? Ответ. А может быть и так. Я думаю, ну это уже подвох. Но почувствовал, что это уже все, значит я не верю просто. Ну хорошо. Я отметил для себя и начал делать так, как там было сказано. Все произошло так, как и есть. Это был правильный выбор в моей жизни. Он произошел за счет Святой Матроны. Я получил веру в свое сердце. Я доверяю этому человеку. Видите, вера приходит через поступки, события, которые происходят с тобой. Представляете, контакта с кем-то. Контакта. Понимаете? Я не православный человек. Но я изучаю разные веры. У меня есть одна женщина, она мусульманка. Я останавливаюсь, когда в группе лекции читаю в ее квартире. Она читает Коран на арабском языке. И молится очень молитвенно настроение. Ее дочка сейчас работает в моем центре. Приехала к нам, сейчас у нас работает. Эта женщина, когда приезжала к дочке в гости, она рассказывала, что в ее вере очень много молитв, связанных с исцелением. По Корану есть определенные суры, сутры, суры, как называют суры, а вот ведах сутры, видите, похожий язык. Вот. Определенные суры, которые связаны с исцелением. И она говорит, у меня были такие результаты. Я просто начала этим заниматься. Говорит, у одной девочки сильно болели руки. Я взяла, прикоснулась к рукам, начала молиться. Несколько минут. И она почувствовала, что боли нет. И боль прекратилась. Второй случай. У кого-то был отек там ног. Тоже она прикоснулась, помолилась, отек прошел. Она говорит, я не прилагала никаких усилий. Просто я верю в Аллаха. И все. Такой был ответ. Реальные события. Я вам рассказал несколько случаев из моей жизни. Сказал случаев из этих. Почитайте «Жизнь святых людей», а также «Жизни». Есть куча историй православных. Сейчас куча литературы, книг. Почитайте, изучите. У меня к вам вопрос. Вы изучали? Честно? Не изучала. Знаете почему? Потому что есть, веды объясняют, есть два типа сознания, мышления. Один тип сознания, с которым мы рождаемся на свет. Это надо обычное делать для нас. Веды называют сознание мухи. Обычное сознание. Муха стремится к сладкому вкусу. Но по дороге, пока она летит, она видит, что какой-то бардак там внизу. Бардак лежит. И она подлетает к этому бардаку, там заводится обар, обарышей. И она в этом «Г» потом всю жизнь проводит. Дальше. Сознание пчелы. Пчела, когда летит к нектару, она не смотрит на «Г». Она ищет только нектара. Ей не нужно никаких отрицательных информаций. Она ищет только истину нектара. И она летит, находит пыльцу, приносит в улей, опять ищет пыльцу. Когда у нее нет сил, она прилетает в улей, начинает этот жемелк ест, нектарик забывается, лапки вот так вот вытягивает, лежит. Веспамятствие от счастья. Потом, когда она опять очухивается, опять летит. И пчеловоды знают, что надо ближе улей ставить к нектару. Потому что пчела настолько сильно хочет принести нектар в улей, что она может по дороге оставить тело. Поэтому ближе, потому что она не справляется с полетом слишком далеко. Сознание пчелы означает искать сладкий вкус, искать святость. Не искать факты. Сейчас весь интернет переполнен грязью. Если человек заходит в этот интернет, начинает грязь, эту всю нюхать, смотреть, изучать, он в этой грязи живет. Сознание мухи. Если человек хочет нектара, хочет понять, что есть серги рады, мужские. Это очень просто понять. Надо читать святых людей, отзывы, летописи. Жил, когда он, как жил, не важно. Важно, что есть отзывы о нем. Тех людей, которые с ним соприкоснулись, понимаете? Опять не верю в это. Допустим, человек подходит ко мне и говорит, я тебя люблю. Я говорю, я в это не верю. Мне говорят, слушай, тебя на работу устроили. Был без работы, мы тебя устроили. Ты говоришь, я в это не верю. Тогда иди повесься просто и все. У тебя нет жизни. Ты просто несчастный человек. Потому что человек только через веру может постичь истины. Так говорят в Вене. Только через веру. Есть такая песня. Такой баджан на хинди. Поет святой человек. Вот такой баджан. Знаете, как переводится? Только через любовь. Только через любовь к Богу. Только через любовь к святости человек может прийти, обрести мир, покой и радость в этой жизни. Нет другого пути. Понятно, да? Можно, конечно, все читать. Г, набирать себе в голову. Я на вас на это благословлять не буду. Давайте мы сейчас... У нас времени уже вообще не осталось. Пожелаем всем счастья. Просто я вам сейчас расскажу, как. Садитесь прямо. Вспомните хотя бы на картинке святого человека какого-то. Сергий Радович, Серафим Саровский. У нас много с богатой историей на святых людей. Святая Матрона. Просто не знаете, просто произносите имя. В Японии проводили кристаллизацию воды, опыты с кристаллами. Производили и произносили имя. Мать Тереза. Замораживали резко кристаллы. И когда этот кристалл смотрели под микроскопом, красивейшие кристаллы, произносили имя. Гитлер. Замораживали. Ужасная форма. Пространство знает, кто есть кто. Не волнуйтесь. Все очень просто. Поэтому мысленно кланьтесь к святому человеку, вспоминайте его. Даже если вы не знаете, контакт установится несомненным. Желайте. Я хочу служить тебе. Я хочу жить так же, как ты. Я хочу стать образом твоим, отражением тебя, частью тебя. Понимаете? А что хочет святой человек? Только, чтобы все были счастливы. Не другие желания. Поэтому мы повторяем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Мы почему так повторяем? Потому что я еще пока никому счастья не желаю. Да? Но когда я начинаю думать о святом человеке, постепенно мое желание, потому что шведы говорят, желание – это главная сила в этом мире, меняющая нашу жизнь. Мое желание начинает связываться с ним, и он отвечает взаимностью на это желание. Что происходит? Мое сердце наполняется желанием сделать всем, принести всем счастье. Когда сердце мое наполняется таким желанием, происходят три вещи в сердце. Первая – там настукает спокойствие сначала. Вторая вещь – приходит знание, как жить. Дальше еще более глубокое. И третье – приходит вера, что это правда, что так может жить. Три вещи последовательно. В зависимости от силы вашей концентрации. На чем? Не на себе. Не на том, что я так классно повторяю, желаю всем счастья. Не на том, что у меня хороший голос. Не на том, что у меня дети дома ждут. И не на том, что уже достал это лейце, скоро уже надо уходить. На том, что я хочу служить тебе, святой человек, жить для тебя. Хочу быть такой же, как ты. Пожалуйста, займи меня служением себе. Так мысли. А внешне я желаю всем счастья. Постепенно ваши мысли внутренние перейдут, ваш голос, и вы начнете реально благодать вот эту чувствовать. В этом зале сейчас собралось более 500 человек, и мы все вместе будем сейчас со всей силы стараться так настраиваться. Несомненно, те, кто захотят, они это почувствуют. Те, кто захотят, не почувствуют. Будете сидеть в том Г, в котором мы и жили всю жизнь. Понятно, да? Выбор вот такой. Или туда, или сюда. Или пчела, или мука. Одно из двух. Сели прямо. Знаете, у меня такое чувство вот к вам, и вам тоже в том числе, вот к вам в том числе, что вы все пчелки. Пчелки хорошие, пчелки. А я немножко такой, у меня чуть-чуть от мухи что-то есть, потому что я убраюсь немножко. Но вы все... Потому что вы слушаете же меня. Вот вы, допустим, все выслушали, даже у вас глазу не моргнули. Ничего плохого. Я пришла, задавила вопрос, и я на них все один получила. Я не просто так, но с участием в жизни не бывает. Спасибо вам большое. Спасибо. Часто рассказчик не всегда достоин слушать этому достижению, если я что-то не так сказал. Я желаю всем счастья. 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 Я живаю всем счастью. 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 Я живу всего самого лучшего. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной эти три часа. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. С вами.